Добро пожаловать на передачу «Разрушая мифы». Я Шилох. И Анастасия. Сегодня мы говорим о магии. Но не о той, что показывают на сцене. Скорее о магии, как её определяет наш сегодняшний гость, Дин Рейден, который рассказывает о том, как люди пытаются найти объяснение вещам, которые они не могут понять. И у Дина действительно необычная карьера. Он в основном занимается изучением парапсихологических феноменов. Так что же это за странные вещи, о которых мы слышим, когда люди читают мысли или путешествуют вне своего тела? Это называется, кажется, удалённое наблюдение. И что действительно интересно в карьере Дина, так это то, что у него была возможность работать с очень серьёзными людьми в серьёзных учреждениях на протяжении многих лет. Он был частью проекта «Звёздные врата», который проводился в Стэнфордском исследовательском институте. Этот проект также был связан с разведкой, и мы об этом поговорим. Он работал в Принстоне. Я думаю, это была одна из первых лабораторий парапсихологии в стране. А сейчас он возглавляет её. Прежде чем ты перейдёшь к тому, что он сейчас возглавляет, он также работал в Белл Эбс. У него действительно глубокие познания в электротехнике, которые он использует в своих экспериментах по сей день. Да, он экспериментатор. Он главный научный сотрудник Института наэтических наук, кажется, в Сан-Франциско. И он экспериментатор. Он не столько теоретик, сколько практик, но он хорошо знаком с тем, что происходило в этой области парапсихологии за последние 150 лет. Таким образом, он в некотором смысле беспристрастно относится к этому. Он может сделать шаг назад и сказать, я просто собираю данные. Происходит много интересного. Все знают, что это интересно. Правительство уже много лет проводит эти эксперименты, и мы не знаем, что происходит. И, конечно, для нас это самая интересная наука, которая не имеет объяснений. И именно об этом мы говорим в нашем шоу. И мы подробно рассказываем о карьере Дина и о том, как он из инженера-электрика превратился в человека, который активно изучает эти темы. Мы говорим о том, как изменилась эта область. Мы говорим о взаимодействии между разумом и материей, о некоторых самых интересных экспериментах и о некоторых самых интересных открытиях, с которыми он столкнулся. Это довольно обширная тема для разговора, но она очень увлекательная, потому что, как говорит Дин, это тема, которую нечасто обсуждают в приличном обществе. Но все же за кулисами о ней говорят с большим интересом. Это еще и очень круто, потому что это первый длинный подкаст, который записал Дэ. Кажется, он сказал, что дал 1200 интервью. 800. 800. 800. Интервью. Он дал много интервью. Это первое длинное интервью. И я думаю, что мы ведем разговор в непринужденной обстановке, которую вы не найдете больше нигде. Я думаю, вам, ребята, это понравится. И если вам нравится то, что мы делаем в подкасте, подумайте о том, чтобы перейти на patreon.com slash demistifisi и жертвовать пару долларов в месяц. Мы ведем программу без спонсоров, без рекламы и очень-очень-очень нуждаемся в вашей помощи. У нас есть потрясающая команда покровителей. Мы собираемся раз в неделю по воскресеньям и просто болтаем. Мы называем это нашей воскресной беседой, и каждый из нас делится своими идеями, которые приходят ему в голову, и мы обсуждаем, как выглядит наука, как работает экономика, каким должно быть будущее общества. Это действительно важные темы, которые мы постоянно обсуждаем. Если вам интересно, зайдите на сайт patreon.com и присоединяйтесь к нам. Если вы не хотите пользоваться моделью Patreon, вы можете приобрести наши футболки на сайте ниже. В описании также есть ссылка на покупку на Amazon, что означает, что если вы перейдете по этой ссылке на Amazon, то даже если вы не купите книги Дина Райдена по этой ссылке, то все покупки, которые вы совершите на Amazon по этой ссылке, принесут нам пару центов с каждого потраченного вами доллара. Поэтому подумайте о том, чтобы совместить свою любовь к научно-популярным книгам с любовью к покупкам. Ладно, ребята, наслаждайтесь беседой. Думаю, вам понравится. Расскажите нам, что вы думаете, в комментариях или заходите в Дискорд или в Фейсбук. Увидимся там. Научная революция начинается сейчас. День это. Научись видеть тьму. В общем, это было похоже на то, что магия существовала сотни, если не тысячи, если не десятки тысяч лет. А современные антропологи пришли и сказали, что это примитивно, дико и глупо. А потом наступил момент, когда мы перестали заниматься магией, потому что мы стали слишком цивилизованными для этого. И я думаю, что в тот момент магия ушла в подполье, но мы не проиграли. Вот что говорит Шайла, дело не в том, что мы утратили свою глубокую страсть к магии или желание использовать магию в тех сферах, которые нам непонятны. Мы просто научились не говорить об этом. И теперь это проявляется в самых неожиданных местах, которые, возможно, не совсем подходят для этого. Например, если бы мы могли честно и открыто обсуждать магические явления. Потому что, как вы говорите, очень трудно быть человеком, который изучает паранормальные явления. У вас есть забавная фраза о том, что учёному неважно, носит ли он под брюками трусы с Человеком-пауком. Он бы никогда так не поступил. На самом деле, у меня есть эта фраза. Я просто прочитаю её для всех. Итак, все начинающие учёные учатся всегда сохранять серьёзное и невозмутимое выражение лица, даже если они тайно носят трусы с Человеком-пауком. Самые несчастные люди на Земле — это молодые преподаватели, которые надеются получить должность в университете. Потому что им запрещено улыбаться на публике, шутить или смотреть в глаза собеседнику. И они абсолютно не могут позволить себе даже малейшего интереса к бульварным историям. Это равносильно смерти, когда человек, потративший 20 с лишним лет на образование и подготовку, рискует своей репутацией, если его сочтут слишком заинтересованным в спорных вопросах. И, конечно же, магия — это одна из таких спорных тем. И мы традиционно думаем о паранормальных явлениях именно в этом ключе. Но послушайте, я думаю, что все, кто нас слушает, и все мы сталкивались с чем-то странным в своей жизни, верно? Вы, например, думаете о ком-то, когда слышите телефонный звонок, или, я не знаю, просто о странных совпадениях. Я думаю, что все мы относимся к этому спокойно. И все же у нас нет возможности говорить об этом в публичном пространстве. На институциональном уровне или в каком-либо другом серьезном контексте это не вызывает ничего, кроме насмешек и, как вы понимаете, полного отрицания. И это забавно, потому что даже ученые, которые по ночам смотрят видео на эту тему, не могут говорить об этом в рамках своей профессии. Так что же будет дальше? Есть ли выход из этой ситуации? Сможет ли наука с этим справиться? Извини, я вываливаю на тебя слишком много информации. Я просто очень рад с тобой поговорить. Да, если бы я мог сказать что-то одно, я бы сказал, что магия — это не магия, верно? Мы используем слово «магия» как обозначение чего-то, что мы в конечном итоге поймем и для чего у нас будут другие названия. И если вы посмотрите на любую научную дисциплину, вы увидите, что в ней есть что-то, что называется магией. И это означает, что она делает что-то, что вызывает восхищение, но у нас пока нет для этого объяснения. В квантовой механике есть понятие «магический». Математики постоянно используют магические матрицы. Я хочу сказать, что вы найдете это повсюду. В астрономии, в любой дисциплине, которую вы изучаете, вы в конечном итоге обнаружите что-то, что работает как магия. А затем вы поймете, что это значит. И это означает, что что-то произошло очень странным образом, обычно очень быстро или что-то происходит на расстоянии. Таким образом, магия, как сказал Артур Кларк и другие, это технология, которую мы пока не понимаем. Или, я бы сказал, это наука, которую мы пока не понимаем. И в этом конкретном случае наука говорит о том, что в природе сознания есть нечто особенное, что тесно связано с тем, что мы называем магией. И до недавнего времени ученые могли говорить о сознании только в двух аспектах. Если вы нейробиолог, вы можете говорить о том, как мозг порождает сознание. Если вы анестезиолог, вы можете изучать, почему оно возникает и как его можно подавить, то есть лишить человека сознания. И, возможно, если вы философ, вы можете говорить об этом с точки зрения проблемы взаимосвязи разума и тела. Вот и все. Если вы не физик-теоретик или физик 20-х годов, который занимался развитием квантовой механики, потому что все они были идеалистами, то тогда это не имело большого значения. Но наука развивается, и в ней появляются новые идеи, и в другие периоды времени о них говорить не принято. Поэтому я бы сказал, что сейчас мы находимся в периоде, когда эта спираль тем, о которых мы можем говорить, начинает раскручиваться в обратном направлении, снова становится приемлемым говорить об этом. И как только вы начинаете рассматривать альтернативные идеи о том, что такое сознание и откуда оно берется, если оно вообще откуда-то берется, внезапно весь спектр, например, вы считаете, что сознание имеет широкий спектр проявлений. Часть его является физической в том смысле, что мы видим нейроны и корреляты сознания. И мы все знаем, что это такое на внутреннем уровне. Чтобы выразить это научным языком, требуется нечто большее, чем редуктивный материализм. И когда мы начинаем рассматривать другие направления, такие как дуалистический эмонизм, идеализм и все остальное, то внезапно мистические и психические переживания, а также магические явления, синхронистичность и все остальное предстают перед нами как часть спектра. Это создает большие трудности, потому что мы, возможно, заключили негласную сделку с наукой, где мы посвящаем себя материализму в рамках научного проекта, где мы говорим, что есть материальная причина и следствие. Можно упростить это до того, что атомы резонируют, и это приводит к излучению света, что и является причиной возникновения фотонов. И так далее. Механизм. Да, механизм и его суть. Но сознание вносит в это свои коррективы, потому что все попытки найти механистическую, материальную теорию сознания провалились. Или не дали удовлетворительных результатов. Да, и, возможно, есть какая-то субстанция, которую мы в конце концов назовем частью реальности. Это как метафора. Реальность — это полотно, сотканное из нитей, которые переплетаются между собой. И мы думаем, что такие материальные вещи, как атомы и так далее, являются частью этого полотна, но все остальное держится вместе благодаря чему-то еще. Что не совсем материально, по крайней мере в том смысле, в котором мы сегодня понимаем материальность. Но может быть это так, верно? Я имею в виду, что наука еще молода. Поэтому меня нисколько не беспокоит то, что у нас пока нет действительно хорошего объяснения этим вещам. Потому что на переднем крае науки есть бесконечное множество вещей, которые мы еще не понимаем. Я считаю, что магия — это передний край науки. Это передний край того, что нам известно, верно? В этом есть определенный смысл. Это довольно странное понятие, потому что каждый знает, что значит быть в сознании, возможно, даже растение. Кто знает? Возможно, у атомов тоже есть некое подобие сознания. Но мы точно знаем, что значит быть в сознании. И это не похоже на то, что мы можем взять под микроскоп и измерить, что это такое. У нас пока нет точных данных. Поэтому мы называем это нематериальным. Это не имеет такой же физической природы, как другие явления. В той области, в которой я работаю, многие считают, что мы имеем дело с чем-то вроде информации, что не совсем верно. Но это наиболее близкое определение, которое мы можем дать, чтобы сказать, что это не совсем физическое явление. Но оно похоже на информацию в том смысле, что информация тоже не совсем материальна. Вы берете электромагнитную волну и определенным образом модулируете ее, и она все равно остается физической, но способ ее модуляции может иметь совершенно разные последствия. Так является ли модуляция физическим явлением? В некотором роде да, но с другой стороны, это не относится к информации, которую она передает. Поэтому я объясняю это людям так, что значит, что информация может иметь одинаковое количество энергии, но последствия от этого будут совершенно разными. Чтобы продемонстрировать это, подойдите к кому-нибудь и шепните ему на ухо, «Я люблю тебя». И вы смотрите на физиологическую реакцию, как на мощный стимул, который вы обнаружите. И теперь вы делаете то же самое, используя то же количество слов, затрачивая ту же энергию, но говорите, «Я тебя ненавижу». И вы получите совершенно иную физиологическую реакцию. Таким образом, что-то декодирует эту информацию и усиливает ее настолько, что мы видим очень сильные различия. Возможно, то, что мы называем сознанием, тоже обладает способностью к этому. Таким образом, даже небольшое количество информации, передаваемой из одного места в другое, или, может быть, это вообще не сигнал, а скорее квантовая запутанность, приводит к возникновению корреляции. И благодаря этой корреляции вы можете передавать информацию, вы можете посылать сигнал. Опять же, это похоже на квантовую запутанность. Между ними нет никакой связи, но они каким-то образом все равно связаны. Возможно, именно это происходит в данном случае, особенно когда люди ощущают взаимосвязь, которая часто является причиной возникновения подобных явлений. Да, я имею в виду, что мы любим упрощать вещи, чтобы было легче их понять. И в конце концов, когда мы думаем об информации, это всего лишь абстракция, верно? Это связано с тем, как мы воспринимаем мир в целом, как люди. Это просто ярлыки, которые мы можем использовать. Это просто способ описания ситуации. Но физическая реальность, кажется, составляет лишь половину картины. Так что если вы хотите сказать, что такое физическое, то вот оно. Извините, но этот стул, этот стол, они физические, верно? У них есть поверхность, у них есть внутренности и наружные части, верно? Но все остальное — это на самом деле отношения между людьми или отношения между разными видами деятельности. И поэтому вы очень быстро погружаетесь в эти сложные слои абстракции. И мне часто кажется забавным, что люди думают, будто если я интересуюсь физикой, то это и есть вся моя жизнь. Другими словами, что физика может каким-то образом объяснить все на свете. Но я говорю, нет, 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 физика — это всего лишь наука о движении тел и их взаимодействии друг с другом. На самом деле она гораздо менее могущественна, чем кажется, потому что может объяснить лишь малую часть Вселенной. А как же все эти истории, которые происходят в нашей повседневной жизни? А как же вся эта драма, любовь, ненависть и войны? Все это не физические процессы. Это волшебство, если можно так выразиться. Это очень и очень сложно. Даже эмоции, верно? Если вы пройдете тесты на определение личности, то увидите, что их десятки, а может и сотни. Люди понятия не имеют, как разобраться с эмоциональным миром в научном смысле, как это происходит в нашей повседневной жизни. И это, по крайней мере, половина Вселенной, насколько я могу судить. Это множество, множество слоев вложенной абстракции, которая на самом деле определяет, как протекает наша физическая жизнь в конце дня. Поэтому я задаюсь вопросом, есть ли у науки шанс разобраться с этим, или, может быть, лучше оставить это искусству, литературе, балету и драматургии, чтобы они занимались этой другой стороной Вселенной. Но, похоже, вы считаете, что наука может решить проблему сознания. Мы всегда придерживаемся провинциальных взглядов на то, что нам известно. Я имею в виду, что не нужно далеко углубляться в историю, чтобы люди говорили, мы никогда этого не поймем, и так далее, но в конце концов мы все же начинаем понимать. Поэтому я уверен, что в конце концов мы поймем, что такое магия, чары, гадания и все такое. Я уверен, что в конце концов мы это поймем, если наш вид переживет переходный возраст или даже период взросления. Так что если мы будем достаточно умны и сообразительны, или нам повезет, и мы сможем просуществовать еще пару тысяч лет, и нас не уничтожит искусственный интеллект или какое-нибудь другое бедствие, то мы будем знать об этих вещах гораздо больше. Это абсолютно точно. Сможем ли мы когда-нибудь достичь такого уровня, когда мы будем полностью понимать это? Я не уверен. Возможно, это своего рода асимптота, и мы не сможем преодолеть определенный рубеж, по крайней мере, в нашей форме существования. Поэтому мы не можем в полной мере понять некоторые вещи. Наш язык довольно ограничен. На Земле сейчас есть языки, которые лучше приспособлены для обсуждения подобных вещей, чем английский. Но английский язык, по крайней мере, гибок и может использоваться в разных ситуациях. Поэтому я настроен оптимистично, но, конечно, я хронически оптимистичен. Я думаю, что если бы я не был оптимистом, то не занимался бы исследованиями, которые веду, потому что на меня оказывается сильное давление, чтобы я этого не делал. Так или иначе, какой бы ни была моя индивидуальность, мне нравится бросать вызов самому себе и сохранять оптимизм. Потому что, в конце концов, да. Я имею в виду, что с тех пор, как я этим занимаюсь, мы узнали гораздо больше, чем 40 лет назад. Да, мы знаем гораздо больше. Вот почему я оптимист. Возможно, мы можем проследить эволюцию этой области, в которой вы принимали участие, потому что вы начали заниматься научными исследованиями, когда это было еще не так популярно. Я бы сказала, что это было нечто, что не считалось общепринятой дисциплиной. Я так думаю. Даже до этого, верно, вы не всегда занимались наукой, верно? Ну, это зависит от того, что вы понимаете под наукой. Нет, 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 я не о науке. О, да, давайте посмотрим. Я впервые прочитал книгу по парапсихологии, когда мне было 14 лет. Так что интерес у меня уже был. До этого я, наверное, не воспринимал это всерьез, как сказки или научную фантастику. Но когда мне было 14, я прочитал книгу «Критика Хансела», который пытался развенчать некоторые идеи Дж. Б. Райана. И я подумал, что, во-первых, в этом есть научный смысл. Во-вторых, этот парень пытается опровергнуть это, но у него не очень хорошо получается. И в-третьих, это убедило меня в том, что нужно продолжать изучать то, что написал Райан и другие. И я нашел его доводы гораздо более убедительными, потому что он действительно проводил эмпирические исследования, а не просто пытался опровергнуть их, создавая сценарии, которые были либо необоснованными, либо заведомо ложными. Это подтолкнуло меня в подростковом возрасте к мысли, что многие люди интересуются подобными вещами. Насколько я помню, в детстве у меня не было никаких экстрасенсорных способностей. Никто в моей семье никогда не говорил об этом, и мы были совершенно нерелигиозны. Поэтому эта тема не поднималась, за исключением того, что она была насыщена научной фантастикой, сказками и мистическими историями Востока и тому подобным. Так что эта тема всегда была у меня на слуху. Но именно идея о том, что это можно проверить, привлекла мое внимание. Это одна из причин, по которой я решил сначала заняться инженерным делом, а затем психологией, а теперь я занимаюсь тем, что мне интересно, и это то, что можно проверить. И я думаю, что именно поэтому я решил заняться наукой, а затем психологией, и теперь я делаю то, что мне нравится. А именно исследую то, что кажется очень странным, и что можно проверить. И если вы посмотрите на социологию науки, то увидите, что именно там происходят прорывы. Это то, о чем говорил Уильям Джеймс. Это то, что не укладывается в рамки, и это становится по-настоящему интересным. И я всегда замечал, что когда я изучаю что-то, что уже хорошо известно, мне сразу становится скучно. Зачем утруждать себя этим? Зачем кому-то тратить свою жизнь на изучение того, что уже известно на 99%? Но я думаю, что это, вероятно, справедливо для многих ученых. Нас привлекают, нам любопытно то, что мы не понимаем, и мы интересуемся этим гораздо больше, чем тем, что уже описано в учебниках. Вот так. Не могли бы вы рассказать нам немного о райановских исследованиях? Что это было, какие результаты были получены и что вызвало ваш интерес? Ну, а райан, пожалуй, наиболее известен своими исследованиями экстрасенсорного восприятия. Это целый класс. А еще есть исследования с использованием игральных костей, психокинетические исследования. Поэтому меня привлекло то, что здесь используется очень простой метод. Статистика была очень точной, хотя многие десятилетия, вплоть до 40-х 50-х годов, психологи, которым не нравились подобные исследования, утверждали, что в статистике есть какие-то ошибки, потому что она слишком точна. И только в 40-х 50-х годах, когда статистики заявили, что в методах статистического анализа нет никаких ошибок, все было решено окончательно. И статистики сказали, что они не могут ничего сказать о результатах, но по крайней мере математически все верно. Я подумал, что это довольно интересно. Метод прост. Вы получаете статистические данные, которые довольно интересны. Результаты, которые они получили в то время, можно использовать для проверки телепатии, ясновидения, предсказания будущего, и все они показали интересные результаты, обычно с отобранными испытуемыми. Это, вероятно, на каком-то низком уровне доступно каждому, но как и в любой другой сфере человеческой деятельности, есть люди талантливые. Поэтому вы ищете талантливых людей. Вы убеждаетесь, что нет утечки информации или других способов, с помощью которых кто-то мог бы бессознательно получать информацию. Вы исключаете возможность мошенничества. Вы делаете все возможное в лаборатории, чтобы убедиться, что полученные результаты соответствуют действительности. И он это сделал. И в книге под названием «Экстрасенсорное восприятие» примерно в 1940 году, спустя 40 лет, он описал свои исследования. О нет, должно быть это было в 1920-х годах. Нет, я ошибся. «Экстрасенсорное восприятие» появилось в 40-х годах, а в книге, опубликованной в 1880-х, оно датируется 1940-м годами. И в этой книге он провел первый мета-анализ, в котором в приложении были собраны все известные результаты, его собственные и других людей, с указанием количества испытаний и процентного соотношения вероятностей, и все это было изложено в одном длинном приложении. Я подумал, что это просто потрясающая методология, потому что он признает, что необходимо проводить повторные исследования. Методы просты, и любой человек может повторить их, если захочет. Не каждый может, но достаточно тех, кто может, чтобы показать, что существует какой-то реальный эффект. Ну, если вы это признаете, то это меняет все. Психология упустила нечто действительно интересное, что, как оказалось, совпадает с тем, что люди рассказывают о своем опыте. Ну, разве это не интересно? Так что это было раннее признание интереса к тестам на экстрасенсорное восприятие и к подбрасыванию игральных костей. Так вот, с игральными костями вы можете немного лучше понять, как развивалась методология, чтобы обрести уверенность. Сначала вы просто держали кости в руке и подбрасывали их, а потом они поняли, что это не очень хорошо, потому что так можно манипулировать результатом. И тогда они стали изучать кости и поняли, что в игральных костях, которые используются в настольных играх, одна сторона тяжелее другой. Потому что на одной стороне шесть маленьких углублений, а на другой одно, и это меняет вес. И, конечно же, если вы достаточно долго будете бросать кости, то чаще всего будет выпадать шестерка, потому что на этой грани меньше всего точек, и именно это вы и видите. Поэтому им пришлось использовать идеально ровные кубики, и они сказали, хорошо, теперь вы не сможете с этим справиться. Это нужно делать в чашке. Даже в чашке, потому что вы как бы манипулируете кубиками. Все в порядке, давайте попросим машину бросать их. Вы все равно записываете вручную. Давайте сфотографируем каждый бросок. Давайте бросим сразу два кубика. Давайте бросим сразу 60 кубиков. Это ничего не изменит. И так вы проходите через всю эту последовательность в течение многих лет, даже десятилетий, и все равно получаете хорошие результаты. И другие люди тоже повторяли этот опыт. И вот спустя какое-то время они решили, что же такого в этом экстрасенсорном восприятии и парапсихологии, что их не признают. В то время, в 1920-х и 1930-х годах, их признавали, пока людей не отвлекли различные войны, и внезапно физика стала очень, очень важной, потому что она помогала создавать более совершенные бомбы. И примерно в период между Первой и Второй мировыми войнами все было в порядке. Казалось, что доказательства были убедительными. После окончания Второй мировой войны. И возможно в то время было много прагматизма, и у нас не хватало терпения на такие вещи, как экстрасенсорное восприятие. Я не знаю, как это объяснить, но именно так все и произошло. Примерно в то же время, когда возник бихевиоризм и психология, отрицающие существование сознания. Таким образом, все эти вещи сошлись воедино, и все они были очень прагматичными и избавляли от всего, что могло бы показаться сверхъестественным. И это не исчезло полностью, потому что это действительно существует. Это реальная вещь. Но с академической точки зрения изучать эти вещи в академии становится все труднее и труднее. Кстати, а что такое хороший результат? Вы сказали, что они добились хороших результатов. Так значит ли это, что некоторые люди показывали высокие результаты, не зависящие от случая? Или это означает, что в среднем люди показывали результаты, не зависящие от случая? Что такое хорошо? Да, хорошо было бы, если бы в тесте на экстрасенсорные способности, в котором вы ожидали бы случайно получить 5 правильных ответов из колоды из 25 карт. Некоторые люди могли бы получить в среднем 8 правильных ответов в течение многих испытаний. Ну что же, по статистике шансы на победу канцлера составляют миллион к одному. Так что получается, что этого как будто и не происходит. Итак, вы начали искать альтернативу. Как они могли этого добиться? Они получают чуть больше, чем просто шанс, но последовательно и достаточно, чтобы со временем это статистически складывалось. И в итоге вы получили, я точно не знаю сколько. Но отклонение в 5-6 сигма. От случая к случаю. Я имею в виду, что этого достаточно, чтобы сказать. Ну я имею в виду, что в физике, если вы получаете результат с 5 сигмами, это считается открытием, которое может принести вам Нобелевскую премию. Разница здесь в том, что мы этого не делаем. Это. Одни и те же люди в целом. Как будто есть просто люди, которые при повторных тестах продолжают показывать хорошие результаты. Да. И одна из вещей, замеченных через некоторое время, заключается в том, что вы можете найти кого-то, кто довольно хорошо разбирается в такого рода вещах. Долгое время у них все получалось довольно хорошо, но потом им начинает надоедать, и в конце концов они возвращаются к случайности. И вот что они начали понимать, и что мы знаем до сих пор, так это то, что многое из этого происходит бессознательно, а также из-за мотивации. И конечно немаловажную роль играет вера, но у людей, которые способны на это, вера очень сильна, потому что они видят результаты, которых они добиваются. Но если это начинает противоречить скуке, отсутствию мотивации и желанию бросить это дело, то все может легко рухнуть. И вот, когда ты начал заниматься этим, что было экспериментальным подходом, который ты использовал? Я начал проводить эксперименты только в аспирантуре. Я уже проводил эксперименты, даже не называя это так, когда учился на инженера-электрика, потому что в то время, когда я учился в университете, все вокруг были под кайфом от ЛСД, включая моих друзей-инженеров. Поэтому для одного из своих проектов я собрал электроэнцефалограф и хотел посмотреть, что произойдет, если человек, который постоянно принимает ЛСД, перестанет сдерживать себя. Ты позволяешь себе гораздо больше сенсорной стимуляции. И вот я попросил своего друга, который практически два дня из трех находился под действием ЛСД, прийти, когда он будет под кайфом, и мы проведем эксперимент с мигающим светом. И я измерю, что происходит в его мозгу. А потом, в отличие от того дня, когда он не был под ЛСД, мы сделаем то же самое. Мне было интересно узнать, что происходит с ретикулярной формацией, и, конечно же, я смог воспроизвести то, что читал об этом. А именно, что если в вашем организме содержится много этих веществ, то они беспрепятственно проникают в мозг, не подвергаясь цензуре. Это можно увидеть и по реакции мозга. А если вы трезвы, то большая часть информации блокируется. Меня это заинтересовало, потому что в то время, да и сейчас, это было правдой, что мы не все становимся экстрасенсами, потому что мы блокируем большую часть информации. На самом деле мы не только блокируем информацию о паранормальных явлениях, мы вообще блокируем практически все. Мы получаем лишь очень скудную информацию о том, что происходит вокруг, и обращаем внимание только на то, что нам нужно. Я имею в виду, что сейчас, когда мы постоянно отвлекаемся на мобильные телефоны, мы получаем еще более скудную информацию. Крошечную, очень маленькую часть того, что происходит. И если нам повезет, и мы будем ехать в машине, а кто-то другой будет смотреть в свой мобильный телефон, то остается только надеяться, что он будет достаточно внимателен, чтобы заметить, что мы рядом. Так что еще в студенческие годы я уже начал экспериментировать с этими идеями и использовать знания, полученные в области инженерия, чтобы иметь возможность эмпирически исследовать их. А потом, когда я учился в аспирантуре, не помню, как это произошло, но один из моих преподавателей очень интересовался сознанием, он был профессором математики. И мы начали говорить об этом и сказали, «О, я тоже интересуюсь этими вещами». Я постоянно слышу о парапсихологических исследованиях, о ясновидении. И он сказал, «Почему бы нам не попробовать?» Так вот, он был очень популярным парнем в университете и умел привлекать людей, которые хотели попробовать свои силы. А я был гипнотизером. Я читал об этом в книгах. Я не очень много знал, но я знал, как это делается. Я гипнотизировал людей, а потом мы с ними проводили сеансы удаленного наблюдения. Иногда у нас были довольно хорошие результаты. Я подумал, что это интересно. Это не так уж сложно. Мы не проводили никаких официальных исследований. Я имею в виду, что много лет назад я входил в состав комиссии по рассмотрению научных проектов, иногда в качестве председателя. И оглядываясь назад, я понимаю, что у нас никогда не было разрешения проводить подобные исследования на людях, и это было не очень хорошо для академического мира. Но тем не менее мы этим занимались. Мы делали это ради развлечения. И у него, у этого профессора, были другие профессоры, которые тоже тайно интересовались этим. И я сразу понял, что в аспирантуре уже существует некий тайный клуб, в котором многие преподаватели были заинтересованы в этом, но все клялись друг другу в том, что будут молчать. Потому что никто не хотел, чтобы об этом узнали. И это был первый раз, когда я понял, что это странно, потому что интерес был, но мы не могли говорить об этом. Потому что до этого момента я был немного наивен и думал, что академическая свобода означает что. А потом я понял, что это не совсем так. Я думаю, что это своего рода обряд посвящения для всех, кто поступает в университет. Когда ты достигаешь определенного уровня и понимаешь, что здесь действуют другие мотивы, отличные от тех, которые ты идеалистически представлял себе до поступления. Да. А еще есть политические соображения. Например, люди не хотят, чтобы вы изучали определенные вещи, потому что это может навредить их бизнесу. Это одна из причин. И есть еще религиозные причины. И существует множество факторов, которые влияют на то, о чем вы можете говорить, а о чем нет, и что вы можете изучать. Но опять же моя личность не очень хорошо реагировала на это. Мне совсем не нравилась идея, что в науке, которая должна быть открытой, и существуют какие-то ограничения. Разве мы не можем изучать все, что захотим? Очевидно, что нет. Это меня разочаровало. Это одна из причин, почему я решил, что после получения докторской степени не буду работать в академической среде, потому что я чувствовал, что там было бы больше свободы. Это не совсем правильное слово, но по крайней мере меньше ожиданий от тебя в промышленной лаборатории, где все гораздо более прагматично. Например, мы создаем что-то, что можно использовать. И это тоже привлекало меня, потому что мне нравится создавать и делать что-то своими руками. Что касается психологии в аспирантуре, то это было скорее случайностью, потому что меня очень интересовала кибернетика и зарождение искусственного интеллекта в инженерии. И у меня был выбор. Я мог бы заняться разработкой аппаратного обеспечения, потому что одним из моих наставников в то время был Дэвид Уолтс, который создал одну из первых машин с искусственным интеллектом. Компания называлась Thinking Machines. И это было то направление, в котором я мог бы развиваться. Другим направлением было программное обеспечение, когнитивное моделирование и тому подобное. И так получилось, что в кампусе был только один профессор, который интересовался когнитивным моделированием в области искусственного интеллекта. И он как раз занимался педагогической психологией. Именно там я получил докторскую степень. Так что это? Ну, это просто случайность. Меня, конечно, интересовала педагогическая психология, но не настолько, чтобы я мог получить докторскую степень. Я думал, что это просто способ реализовать свой интерес и получить докторскую степень. Но если подумать, никто никогда не говорил мне, что, получив докторскую степень, я смогу заниматься этим. Мне это никогда не приходило в голову, и никто даже не упоминал, что я буду делать после окончания учебы. Я понятия не имел. Я имею в виду, что, оглядываясь назад, я думаю, почему у нас нет консультантов, которые должны были бы рассказывать нам об этом. Почему никто не упомянул об этом? Они заняты. К счастью, я узнал, что есть такая профессия, как инженер-психолог, которая очень хорошо сочеталась с моим образованием. Так я и получил свою первую работу, хотя первое место, куда я пришел на собеседование, была лаборатория Пирса в Принстоне, где проводились научные исследования. И я был кандидатом на эту должность. Я думал, что это будет самое лучшее начало моей карьеры. И я был убежден, что это не самое лучшее место для начала карьеры, хотя и находился в Принстоне. Потому что в противном случае меня бы заклеймили как человека, работающего в очень сомнительной области, а это не лучший способ начать карьеру. Кстати, в каком году это было? Это было в 1979 году. Интересно. Но они как раз создавали лабораторию, и им нужен был кто-то между психологом и инженером, кто-то, кто мог бы взять на себя психологические аспекты их работы. Потому что они учились в инженерной школе и хотели быть осторожными, чтобы не мешать людям из других отделов. Так что меня было легко заполучить, потому что я как раз находился между этими двумя сферами. Но оглядываясь назад, я понимаю, что они были абсолютно правы. Они сказали, что ты можешь какое-то время поработать на обычной работе, а потом мы будем поддерживать связь. И как оказалось, шесть лет спустя я уже работал в Принстоне, но у него к тому времени уже был опыт работы в этой области. Вы уже работали непосредственно в области парапсихологии, когда поступили в Принстон? Или до этого был какой-то более длительный период? Я начал работать в Белл Лэбс, и это было хорошее место. Это было хорошее начало для тех, кто только начинал работать. Потому что это была крупнейшая промышленная лаборатория в мире, и это было совершенно нормально. И ты знакомился с множеством других людей, которые делали все, что могли. Но я понял, что мне довольно быстро стало скучно. Например, мы в основном занимались усовершенствованием телефонов. И да, это было полезно. Давным-давно, это было где-то в 1980 году, когда я только начинал, у нас были видеотелефоны. Я сказал, о, это здорово. Давайте сделаем это. Давайте заставим это работать. А сколько времени прошло, прежде чем мы получили от телефонных компаний что-нибудь похожее на видеотелефон? Никогда. Да. И отчасти мое разочарование было вызвано тем, что многие вещи, происходящие в мире человеческого фактора, настолько очевидны. Например, зачем кому-то понадобилось создавать все это для этого? Этим сложно пользоваться. Вы гарантировали, что у вас будут ошибки. Это просто умопомрачительно. И через некоторое время мне это надоело. И все же, зачем вам это делать? И в конце концов я понял, о, это потому, что инженеры создают такие вещи. Инженеры мыслят не так, как люди, или по крайней мере не так, как люди, которые в конечном итоге будут использовать оборудование. И это было довольно неприятно. Когда я начал работать в свободное от работы время в Белл Лэбс, у нас было около 20% свободного времени. Вам не нужно было отчитываться за это, потому что вы ждали, когда другие люди что-то сделают. Я начал проводить научные эксперименты. На ваших коллегах или нет? Извините меня. На ваших коллегах или на тех, кто является вашими испытуемыми? На моих коллегах. Так что я воспользовался поездками. Мы ездили в различные деловые поездки, и мне удалось втиснуть посещение лабораторий людей, нескольких лабораторий в Соединенных Штатах, которые проводили подобные эксперименты. Так вот, я встречался с людьми в этой области, которые что-то делали, и это произвело на меня еще большее впечатление. Потому что я знал, что такое большая наука в лабораториях Белл, и они были так же хороши, как и все остальные, кого я когда-либо встречал. И я подумал, что это вполне реально, что вы можете стать ученым и использовать те же инструменты и методы, чтобы получать действительно интересные результаты. Так вот, одним из людей, с которыми я познакомился, был Хельмут Шмидт, который был первопроходцем в области создания генераторов случайных чисел. В лаборатории я увидел, что у него есть целый музей оборудования, которое он сам сконструировал, и среди экспонатов был прибор, который представлял собой круг из лампочек. Это был круг из лампочек, который... Он улавливал радиоактивные частицы Стронция 90 или что-то в этом роде. На самом деле это было что-то вроде смеси Смол. Это была смесь Смол, которая была слабо радиоактивной, и он помещал ее в счетчик Гейгера. И каждый раз, когда счетчик улавливал радиоактивную частицу, задержки были абсолютно случайными, верно? Мы не знаем. В квантовой механике считается, что нет причин, по которым это происходит, поэтому задержки действительно случайны. И он сделал так, что лампочки загорались последовательно, пока не улавливалась радиоактивная частица, а затем загорались в обратном направлении. Таким образом, автоматически подсчитывалось, сколько раз лампочка загоралась по часовой стрелке, сколько раз против часовой стрелки, что очевидно было связано со случайностью в этих частицах. Но вы даете человеку задание. Задание состоит в том, чтобы заставить лампочку как можно чаще загораться по часовой стрелке. Это означает, что в половине случаев радиоактивные частицы замедляют свое движение, и лампочка продолжает гореть. А если она загорится в обратном направлении, мы снова ускорим ее, чтобы она изменила направление и начала гореть в другую сторону. Таким образом, у вас уже есть две задачи, которые нужно выполнить. Я посмотрел на это устройство, оно меня восхитило, и он спросил, не хочу ли я взять его на время. Да, пожалуйста, я бы взял его. Я забрал эту машину в лабораторию Белла и сам работал над ней, а также привлек к работе своих коллег. И они провели статистический анализ и показали, что это работает. Это действительно работает, и мы можем заставить его работать не случайным образом. Затем, конечно, мы проводим контрольные испытания, когда просто настраиваем его, выходим из комнаты, а потом возвращаемся и смотрим на результат. И все это было случайным. Я подумал, что это гораздо интереснее, чем усовершенствовать телефон. Затем я начал проводить эксперименты по ясновидению. Это было еще до появления персональных компьютеров, и это было в самом начале использования графических дисплеев, на которых можно было создавать графические изображения. И в мои обязанности входило сделать так, чтобы нам было проще проектировать вещи с помощью графического интерфейса, и мой коллега придумал язык графического описания. И одним из способов, которым я воспользовался, был эксперимент по ясновидению, когда вы видите большую матрицу и должны нажать на то место, где, по вашему мнению, будет показан случайный выбор. То есть вы пытаетесь угадать, где закончится случайность. Я провел этот эксперимент на себе и своих коллегах, и мы получили интересные результаты. И на тот момент это еще не было секретом, но я проводил этот эксперимент в свободное время и не знал, что с этим делать. Но я решил, что возможно мне стоит посетить конференцию Парапсихологической ассоциации и просто рассказать о своих исследованиях, посмотреть, заинтересует ли это кого-нибудь. Я должен напомнить, что когда я учился в аспирантуре, то в 1978 году был в университете штата Иллинойс в Сент-Луисе. В университете Вашингтона в Сент-Луисе проходила конференция Парапсихологической ассоциации. Я поехал туда как аспирант. И, конечно, это было похоже на посещение рок-концерта, где ты видишь своих любимых исполнителей. Потому что я узнал этих людей, их внешность и, конечно, их имена, потому что они уже давно об этом пишут. Так что я был немного ошеломлен. И я снова решил, что то, о чем эти люди рассказывают в своих презентациях, является хорошей наукой, но они говорят о вещах, на которые почти никто не обращает внимания. А те, кто обращает, обычно просто считают это ерундой. Но я видел совсем другое. Так или иначе, я вступил в Парапсихологическую ассоциацию и в 1981 году впервые посетил их конференцию. Я представил результаты своих исследований в лаборатории Белла и мне устроили овацию. Это были простые тесты, и я был удивлен, потому что подумал, ну что я такого делаю, чего не делают другие. Это то же самое. Позже я узнал, что это было связано с тем, что я работал в известной лаборатории, и все остальные, я думаю, чувствовали себя не в своей тарелке, потому что на них уже много лет никто не обращал внимания, и они были очень рады этому. После этого ко мне стали обращаться люди, которые были причастны к программе «Звездные врата», потому что они тоже присутствовали на той конференции. Вы можете рассказать людям о программе «Звездные врата»? Я что, должен был? О, вы можете рассказать людям, что такое программа «Звездные врата»? Да, это было в 1981 году. С 1972 по 1995 год различные агентства проводили секретную программу, которая занималась парапсихологическим шпионажем. Они работали с очень талантливыми людьми, которые могли выполнять задания в военных и разведывательных миссиях. В то время ходили слухи, что правительство занимается какой-то странной программой, но все это было на уровне слухов. Но они обратились ко мне и сказали, что если бы у них была возможность, то они хотели бы, чтобы я работал над этим проектом. Ну, конечно, это было предложение, от которого я не мог отказаться. Поэтому я вернулся в лабораторию Белла и в конце концов получил там должность. Если бы вы могли приехать сюда на год, то могли бы занять эту должность. Так что да, мне пришлось согласиться на это предложение. Поэтому я взял отпуск в лаборатории Белла. К тому времени я проработал там около пяти лет. И в то время это был не совсем творческий отпуск, но я мог взять длительный отпуск. Поэтому я взял отпуск и провел весь 1985 год в компании 3 International, которая в то время была базой для программы «Звездные врата». Тогда это еще не называлось «Звездными вратами». Кодовые названия менялись с годами в зависимости от того, кто финансировал программу, кто ею руководил и так далее. Но это была именно та программа. Прошел год, и я вернулся в лабораторию Белла. Похоже, никто из сотрудников лаборатории Белла не возвращался из отпуска, особенно в Кремниевую долину, где, как вы знаете, люди могли бы найти себе работу. Но я вернулся и отчасти потому, что моя жена в то время работала в страховой компании, а Кремниевая долина не то место, где можно заниматься страховым бизнесом. Она была актуарием. Поэтому мне пришлось принять решение, остаться ли мне в этой программе, которая вызывала у меня чувство шизофрении, потому что мы использовали метод, который позволял раскрывать секреты в любом месте пространства и времени. С помощью этих методов не осталось бы никаких секретов. И все же это была секретная программа. Это была засекреченная программа, раскрывающая секреты, которые, я имею в виду, не должны были быть раскрыты. Мы занимались чем-то настолько невероятным, что об этом должны были знать все. Я имею в виду, что это было похоже на шизофрению, когда ты приходишь в здание, в свой офис в лаборатории и изучаешь, как разум распространяется во времени и пространстве Вселенной. И мы работали с очень талантливыми людьми, которые каждый день демонстрировали это. А потом ты выходишь из здания и либо полностью отрицаешь это, либо просто не говоришь об этом. И ты прекрасно понимаешь, что люди думают об этих вещах. И сегодня, я думаю, это было бы похоже на то, что люди, которые знают больше об НЛО или НВП, не могут об этом говорить. Я имею в виду, если среди нас действительно есть инопланетяне, то я бы хотел это знать. Например, вы знаете, можно было бы снять телешоу и взять у них интервью или что-то в этом роде. Но они не могут об этом говорить. Они знают, что интерес к этому есть, но они не могут об этом говорить, потому что это запрещено. Я только что нашел документ ЦРУ, который был рассекречен совсем недавно. В нем говорится об угрозе, которую представляет экстрасенсорика для безопасности связи. Потому что это было в 1973 году, и они очень обеспокоены. Они действительно выражают глубокую озабоченность тем, что их шифровальные системы связи могут быть взломаны кем-то, обладающим экстрасенсорными способностями. А особенно в то время они были обеспокоены русскими. Но что действительно интересно, так это то, что я не буду читать это, чтобы не утомлять вас. Но любой может найти это. Это есть на сайте ЦРУ. Они действительно говорят, что больше всего их беспокоит то, что общественность проявляет интерес к экстрасенсорике, что приводит к распространению исследований в этой области. И они думают, что в этом и заключается проблема. Пока люди не... Они говорят, что это довольно редкое явление. Кажется, есть некоторые убедительные доказательства этого. Но пока люди не занимаются исследованиями, никто не сможет развить эту область. И поэтому она не будет представлять для нас угрозу. И это, если коротко, суть 100-страничного документа. Это правда. Поэтому я думаю, что преуменьшение значимости этого явления это, пожалуй, самый дешевый способ минимизировать угрозу для их безопасности. Но тот факт, что они интересуются этим, просто поражает, не так ли? Это как? Ну, если правительство всерьез заинтересовалось чем-то, особенно Министерство обороны, которое, возможно, является одним из самых компетентных органов власти. Это как? Значит, что-то происходит. Это хуже, чем сокрытие информации. Здесь также присутствует активная дезинформация. И я не могу этого доказать, потому что у меня нет никаких доказательств. Но я подозреваю, что рост организованного скептицизма был вызван, возможно, финансовыми или какими-то другими причинами. Я говорю о людях, подобных Джеймсу Рэнди, которые яростно опровергали все, что могло бы заставить людей поверить в реальность этих вещей, высмеивали их и отвлекали внимание от них. И в то же время, когда все это происходило в 1984-85, может быть, в 86 году, у армии США была своя программа. В то время их девизом было «Будь тем, кем ты можешь быть». И в рамках этой программы они проводили исследования, направленные на повышение эффективности работы человека. И в ходе этих исследований они пришли к выводу, что такие вещи, как методы синхронизации полушарий мозга, исследования экстрасенсорного восприятия и тому подобное, могут повысить эффективность работы человека. И поэтому они создали правительственную программу, чтобы изучить эти вещи и понять, «Стоит ли тратить на это деньги армии?». И в ходе изучения экстрасенсорного восприятия на пресс-конференции было заявлено, что наиболее убедительные результаты были получены в области экстрасенсорного восприятия, где после 130 лет исследований не было найдено никаких доказательств его существования. Это было официальное заявление. На самом деле в отчете говорилось совсем не об этом, но именно это было освещено во всех СМИ. Но если вы посмотрите в отчете, то поймете, что я говорю об этом, потому что в то время я был президентом парапсихологической ассоциации и работал в Принстоне. Поэтому я мог связаться с любым журналистом, просто позвонив ему и сказав, «Это Дин Рейден из Принстона. Я хочу поговорить с таким-то и таким-то». И мне всегда отвечали, «Да, Дин, конечно». Они думали, что я просто хочу с ними познакомиться, и они считали, что это просто мое имя. Ну ладно, я буду его использовать. Дин Рейден, да, у меня есть имя. Это удивительно. Это срабатывало и в клубе для преподавателей. Я хотел занять столик в клубе для преподавателей. Это Дин Рейден. Я хотел бы занять столик, да, сэр. В любом случае. Если вы хотите изменить мое имя. Так вот, мы прочитали отчет Национального исследовательского совета, который был подготовлен для армии. И в самом отчете говорилось, что армия должна продолжать следить за происходящим и, возможно, даже финансировать некоторые исследования. И, конечно, общественность услышала совсем другое. Если бы они прочитали книгу, то увидели бы это. Но мы хотели выяснить, в чем заключается несоответствие между тем, что Национальный исследовательский совет сказал публично и широко распространил, и тем, что они на самом деле сделали. И оказалось, что для того, чтобы убедиться в правильности своей оценки, они привлекли специалиста по методологии исследований из Гарварда по имени Роберт Розенталь. Он и его коллега изучили тесты Гансфельда, которые являются одним из наиболее известных классов тестов на телепатию. И они попросили их ознакомиться с этими экспериментами, сказать, что они думают об этом с точки зрения методологии, хорошо ли они проведены, убеждают ли их полученные данные. И получили совершенно положительный отзыв, в котором говорилось, что это по крайней мере не хуже, чем в других областях, где проводились исследования. И мы считаем, что это действительно очень хорошо. Этот отчет, как и отчеты других консультантов, был засекречен. Они не хотели его публиковать. На самом деле, глава Комитета по ядерной энергетике позвонил Роберту Розенталью и сказал, «Мы хотим, чтобы вы отказались от этого». «К сожалению», — сказал Розенталь, — «я не собираюсь отказываться от этого». «Вы поручили мне это сделать». Я так и сказал. И мы узнали об этом от самого Розенталя. И когда журналисты спросили главу Комитета по ядерной энергетике, почему он так поступил, он ответил, «Мы считаем, что наши выводы были более убедительными». Итак, они привлекли экспертов для изучения данных. Эксперты изучили данные и сказали, «Все выглядит хорошо». А затем люди, отвечающие за совет, отклонили их выводы, и в пресс-релизе полностью опровергли результаты исследования. Да. Был ли в Комитете по ядерной энергетике кто-то, кто это сделал? Или это было решение Комитета? Это был человек, отвечающий за проведение этого конкретного исследования. Понятно. В Комитете по ядерной энергетике. То есть у него явно был приказ. Ваша задача — отвлечь внимание от этого. Почему? Потому что в то же самое время, когда это произошло, в самый разгар программы «Звездные врата». То есть прилагаются огромные усилия, чтобы по крайней мере с точки зрения общественности показать, что здесь ничего не происходит. Зачем вообще об этом говорить? Не обращайте внимания. Насколько хороши были люди, которых вы видели в программе «Звездные врата». Вы сказали, что они могли, ну знаете, смотреть сквозь пространство и время и видеть то, что происходит. Насколько они были хороши по сравнению с теми, кого вы встретили позже? Была ли существенная разница в их способностях? Сегодня есть люди, которые обладают такими же способностями. Может быть, они все еще работают на военных, я не знаю. Я больше не участвую в этой программе. Но тогда были люди, которые действительно были очень хороши. Они были одаренными от природы. Они были похожи на экстрасенсов, но никто бы не догадался, что они ими являются и на что они способны. Некоторые из них служили в армии. Их отбирали в армию люди, которые задавали правильные вопросы, например, кто вы по профессии и каков ваш опыт, а что вы думаете о телепатии, и о других подобных вещах, которые помогают определить, по крайней мере, на одной волне с кем-то. А затем мы проводим тесты на проверку способностей, и некоторые из них были исключительно хороши. Я думаю, что одной из причин, почему они были так хороши, была их мотивация. Мы делаем это. Это не похоже на исследовательские программы, которые проводились в то время, но многое из этого было связано с оперативной работой. Например, есть плохой парень, который творит зло. Нам нужно выяснить, что происходит. Или есть здание, и мы не знаем, что это такое, но мы немного побаиваемся его. Или же в страну возили наркотики, и мы не знали, где именно это происходило. Это были реальные события, которые нужно было расследовать. И информация, которой они располагали, была приблизительной, как и вся остальная информация. Но чаще всего она давала аналитикам дополнительные сведения, которые позволяли им составить более точную картину происходящего. И в некоторых случаях это было очень важно, но в большинстве случаев этой информации было достаточно для того, чтобы аналитики могли делать свои выводы, верно? Они собирали информацию из всех возможных источников, а затем пытались составить из нее историю, которая, как они надеялись, соответствовала бы действительности. Иногда экстрасенсы получали информацию, которую невозможно было получить никаким другим способом, потому что у нас не было агентов на местах. Это было то, что не могли увидеть спутники. Мы не могли получить информацию с помощью электромагнитных волн или другими способами, и поэтому она оказалась полезной. Ты помнишь какие-нибудь из этих впечатляющих просмотров? Наверное, один из самых удачных, тот, который был самым странным, потому что я узнал об этом исследовании уже после того, как получил допуск, когда работал в СРАИ. И это меня поразило, потому что я знал об этих слухах. Теперь я был в составе группы, но мне нужно было получить допуск, чтобы пройти инструктаж и войти в курс дела. Это заняло много времени, но в конце концов я его получил. Так что один из случаев был рассмотрен в Конгрессе, потому что они думали, что произошла утечка информации, утечка в системе безопасности. И одного из экстрасенсов попросили «Позвольте мне немного вернуться назад». Потому что это была секретная область, и даже военные не просто так раздавали деньги, они их выдавали, предварительно проверив, что происходит в каждом конкретном месте. Поэтому они периодически говорили, «Мы собираемся провести проверку». Нам нужно, чтобы вы рассказали нам, что происходит в этом месте. Таким образом, они выбирали место. Они знали, какой будет ответ, но хотели посмотреть, смогут ли экстрасенсы его угадать. Поэтому они давали координаты какого-нибудь места, в данном случае где-то в Апалачских горах. Скажите нам, что происходит в этом месте. Таким образом, вы понимали, что возможно кто-то мог получить доступ к спутниковой информации, но это было в середине 80-х. И на самом деле до этого времени такая информация была не так легкодоступна. У нас были спутники-шпионы, но это не было похоже на то, что вы можете зайти в Google Yours и посмотреть. Этого еще не было. Поэтому место, которое выбиралось для проверки, было хижиной в лесу, которая принадлежала одному парню. И он говорил, «Ну, если я смогу найти хижину в этом месте и дать ее описание, это было бы довольно интересно». Поэтому они выбрали экстрасенса, которого звали Пэт Прайс. Он умер. Он сказал, «Да, там вроде бы есть хижина, но это не очень интересно. А вот по другую сторону этой горы, по другую сторону этой горы, там что-то вроде пчелиного улья из электромагнитных антенн, и это место огорожено и похоже на секретную базу. Поэтому я пойду и посмотрю». Поэтому он пошел туда, чтобы посмотреть. Он заходит в здание, открывает сейф в кабинете, достает оттуда папки, а в них секретные документы, и сообщает об этом. Вот что он сообщает, потому что это самое интересное из того, что он видел. Затем он докладывает об этом своему куратору, который приходит в ужас, потому что на самом деле это секретный пост прослушивания. Там есть сейф, есть здание, их кодовые слова верны, и единственное, что они могли предположить, это то, что произошла утечка информации. Кто-то где-то что-то выдал, потому что как еще можно было получить эту информацию? Поэтому был создан комитет по разведке Конгресса, чтобы выяснить, откуда произошла утечка. Меня тогда там не было, но мой начальник и другие сотрудники рассказывали мне об этом. Им пришлось обратиться в Конгресс, и там их допрашивали, как мы видим по телевизору, когда людей допрашивают по поводу разных вещей. Они говорили «нет, никакой утечки не было». Вот что могут сделать эти ребята. Так что вы можете себе представить, что эта информация начала распространяться в кругах разведки, и они заинтересовались этим, потому что теперь они могли сказать, «А можете ли вы сделать то же самое для русских?» А как насчет китайцев? Да, это не имеет никакого значения. Эта программа продолжала действовать на этом форуме около 20 лет, потому что миссии были достаточно успешными, чтобы получать такую информацию, которая в противном случае была бы совершенно недоступна, и они говорили, «Ну, мы не знаем точно, как они это делают, но кого это волнует?» Это прагматично, это приносит пользу. Многие подобные истории уже описаны в книгах, написанных людьми, которые действительно участвовали в этих событиях. Но наиболее близкое к реальности описание того, что происходило в то время, содержится в четырех томах, четырех толстых увесистых томах, которые называются «Архив Звездных врат». Эти четыре тома были написаны руководителем программы примерно с 1985 по 1995 год, когда программа была закрыта. В них содержится множество оригинальных исследовательских документов, многие из которых в то время были засекречены, а также множество внутренних документов, в которых рассказывается о людях, которые знали, что существует несколько комитетов по надзору за научными исследованиями. Были комитеты по надзору за методами исследований, статистикой и так далее, и так далее. Я имею в виду, что для контроля за проводимыми исследованиями привлекались сторонние эксперты. Так что... Как вы думаете, почему они закрыли программу? Они закрыли ее и запустили что-то другое? Или просто в эпоху цифровых технологий все можно найти в интернете? Может быть, они ее не закрывали. Да, а вы думаете, что они ее закрыли? Да, вы так думаете? Как я уже сказал, мои полномочия давно истекли, поэтому я не знаю, что происходит. Но я был бы разочарован, если бы не было какой-то группы или людей, которые где-то предоставляют информацию такого рода, потому что она полезна. И если вы найдете достаточно талантливых людей, они смогут предоставить полезную информацию. И никто, как и в любой разведывательной операции, не полагается на один источник. Например, когда мы так поступаем, мы оказываемся в Ираке, верно? Я имею в виду, что есть примеры действительно плохих решений, которые принимаются на основе информации, полученной от одного человека. И поэтому вы всегда ищите несколько источников информации, как мы знаем, в случае с Ираком, это было вызвано политическими причинами. Так что, возможно, у них были свои источники, возможно, они верили в это, а может и нет. Кто знает? Но решения принимаются в технической и политической сферах, которые отчасти являются рациональными. Но зачастую они перевешиваются другими факторами, такими как экономические причины и так далее. Поэтому я предполагаю, что программа была закрыта по той причине, что в течение многих лет Министерства внутренних дел контролировала все это. Они получали деньги, они управляли этим. И люди. Министерство внутренних дел? Простите, что вы сказали? Министерство внутренних дел. Это что, разведывательное управление? Разведывательное управление Министерства обороны. Все эти организации. Я уже сытая по горло аббревиатурами, извините. В конце концов, да, когда я только начинал, я понял, что МВС, мы все знаем, что это значит, но это еще и означает Министерство военной разведки. Всего существует 17 различных разведывательных организаций. О, ничего себе. Да, некоторые из них известны, некоторые нет. В любом случае, разведывательное управление Министерства обороны осуществляло надзор за большой частью программы «Звездные врата». По разным причинам люди уходили в отставку, им это надоедало. Так что, понимаете, Конгресс выделяет деньги, а потом кто-то должен их использовать для чего-то в военно-промышленном комплексе. Так что Министерство внутренних дел больше не хотело этим заниматься, или люди уходили в отставку и говорили «Ладно, кто-то должен этим заниматься». Никто не хочет этим заниматься. Мы хотим, чтобы это продолжалось. Мы отдаем это ЦРУ. У ЦРУ в то время были довольно серьезные проблемы, потому что я думаю, это было связано с делом Элдриджа Эймса или одной из их крупных утечек информации. И они этого хотели. Они не хотели иметь ничего общего с тем, что вызывало споры, потому что информация просачивалась даже в их мир. Поэтому они не хотели этого. Поэтому они написали этот отзыв, в котором говорилось, что нет, ничего хорошего в этом нет, и они от этого избавятся. Они дали ЦРУ повод заявить, что они возвращают деньги, потому что не хотят этим заниматься. Вы связываете это с НРЦ? Это был более поздний отзыв. Это называется Американский институт исследований, который является частной компанией, как и Рент Корпорейшн. ЦРУ поручило им провести исследования по дистанционному наблюдению в СРА и позже в САЙК, которые были засекреченными программами. Им было поручено провести ограниченное исследование. На самом деле они не изучали большую часть материала, но кое-что им удалось выяснить. И они наняли специалиста по статистике Джессику УТЦ, которая позже стала президентом Американской статистической ассоциации, и Рэя Хаймана, известного психолога, который всегда скептически относился к подобным вещам и по сути написал главный аргумент в докладе армии. Аргумент, который гласил, что за 130 лет не было достигнуто никаких результатов. Это его фраза. Поэтому они наняли его, чтобы он представил аргументы против. А Джессика наняла специалистов, которые должны были проанализировать данные. В отчете говорилось, что оба рецензента согласились с тем, что происходящее не может быть объяснено методологическими проблемами, и что статистические данные в пользу дистанционного наблюдения были аномальными. Джессика сказала, что если бы это была какая-то другая область, то это уже было бы принято. Поэтому она согласилась, что дистанционное наблюдение реально основываясь на доказательствах, которые мы получили. Рэй Хайман согласился с большинством из того, что я сказал, но отметил, что не согласен с тем, что это было связано с экстрасенсорными способностями. Потому что он не знал, что такое экстрасенсорные способности, и поэтому не мог утверждать, что это было именно так. Это один из комментариев, которые можно встретить в скептической литературе, где авторы используют фразу «нет никакой правдоподобной альтернативы, которую они могли бы предложить». Но я не могу сказать, что это телепатия или экстрасенсорные способности, потому что мы не знаем, что это такое. Поэтому я не могу сказать, что это именно так. Это своего рода извращенная логика. Социологи используют термин «регрессия экспериментатора». И вот я, экспериментатор, изучаю, существует ли Х. Мы проводим множество исследований и находим все больше доказательств существования Х. Теперь скептик может сказать, ну, мы нашли Х. Ответ, мы не знаем, что такое Х. Как я могу утверждать, что это Х, если мы не знаем, что это такое? Ну, вы видите, что это бесконечная регрессия, потому что как вы можете утверждать, что что-то существует, если вы не знаете, что это такое? И не можете сравнить доказательства, чтобы сказать, что это именно то, что вы искали. Это идеальный скептический ответ, потому что вам никогда не придется принимать доказательства. Единственный способ принять доказательства, это иметь теорию, которая предсказывает, что это должно произойти, потому что теперь у вас есть объяснение. Даже если теория ошибочна, у вас все равно есть объяснение. Вы можете сказать, ну хорошо, теория предсказывает, что X должен существовать, и я провел этот эксперимент, и он согласуется с теорией, так что это именно то, что я искал. И так все и происходит. Если вы не разбираетесь в теории, то вы действительно в тупике, потому что тогда вы не сможете ответить на этот вопрос. В этом отчете два аналитика, и те, и другие, сказали, что да, это реальные данные. Мы не можем дать им название, потому что не знаем, что это такое, но представленные доказательства подтверждают, что это правда. Однако мы не можем сказать, что это полезно с практической точки зрения. Почему? Потому что они не получили оперативных заданий. Им были предоставлены исследовательские проекты, но не детали оперативных заданий, потому что большинство из них были строго засекречены. Потому что вы не хотите, чтобы люди знали, на кого вы нацелены. Затем выходит отчет, который широко обсуждается в СМИ. ЦРУ заявляет, что в дистанционном наблюдении нет ничего особенного. И вы хотите это опровергнуть. Вы можете найти это в Википедии, потому что Википедия написана анонимными любителями, которые, очевидно, хотят что-то доказать. Вы можете найти в Википедии информацию о дистанционном наблюдении ЦРУ, можете найти информацию о ПСИ-технологиях. Можете найти мою собственную биографию, которую я не писал в Википедии. Все это крайне негативно. И если бы мне пришлось угадывать, я бы предположил, что это результат многолетней борьбы с этой темой. И есть люди, я сомневаюсь, что им за это платят, но, как и многие другие, они со временем становятся научными фанатиками. И вы начинаете верить тому, что читаете. Если вы достаточно долго подвергались воздействию лжи, как это происходит в политике, вы поверите в это, потому что не знаете, чему еще верить. Я бы назвала их подхалимами. Я пропустил начало того, что вы только что сказали. Я сказала, что мне нравится называть их подхалимами. Некоторые люди просто обожают подлизываться. Да, я думаю, что это не так уж и плохо. Я имею в виду, что, наверное, могу понять, что это проект разведки, потому что они, похоже, очень обеспокоены тем, что если он станет популярным и хорошо изученным, то кто-то сможет использовать его против них. И поэтому, когда я... Иногда мне трудно понять ЦРУ, потому что они, кажется, занимаются всякими грязными делами, но в конце концов я прихожу к выводу, что может быть это к лучшему. Я просто... Я не знаю, понимаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. И я думаю, что это касается и меня. И если это действительно представляет угрозу национальной безопасности, то знаешь, неужели ты действительно хочешь, чтобы это поощрялось? Это тонкая грань, верно? Трудно осуждать спецслужбы, когда мы живем в самой великой стране в истории человечества. Поэтому трудно смотреть на наш уровень жизни и не чувствовать, что мы в значительной степени пользуемся благами Центрального разведывательного управления. Оказывается, Шайла любит подлизываться больше, чем я думала. И еще я хочу добавить, что я не знаком ни с кем из ЦРУ, но я знаю людей, которые знают людей из ЦРУ. И то, как они описывают, как все происходит в этой сфере, это в основном влияние. Вы вкладываете немного денег в это. Вы привлекаете внимание к таким, скажем, скептикам. Вы даете им немного больше эфирного времени или просто постепенно поощряете их. И как ты сказал, люди будут продолжать в это верить и будут придерживаться этого мнения еще много лет, особенно если они выросли в таких условиях. И в конечном счете, я думаю, что сама идея существования необъяснимых явлений в природе глубоко тревожит. Большинство из нас заканчивают школу с мыслью, что ученые уже все выяснили, и им осталось лишь уточнить некоторые детали. Но на самом деле, чем глубже ты погружаешься в науку, тем больше понимаешь, что это далеко от истины, что мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Например, мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется, особенно если мы начинаем изучать что-то более детально. Как бы это сказать? Мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Например, мы знаем, что нам известно гораздо меньше, чем мы думаем, особенно если мы начинаем изучать что-то более детально. Верно, как там сказал Рамсфилд, неизвестные неизвестные факты намного превосходят известные известные факты. Известные неизвестные факты. Мне нравится высказывание Терренса Маккенны по этому поводу. Чем ярче разгораются костры познания, тем больше тьмы открывается нашим изумленным глазам. Это так. С этим. Согласен. Это примерно то же самое, но в разных направлениях. Чем больше ты начинаешь понимать, тем больше осознаешь, что это невероятно. Я и не подозревал об этом. И это еще не все. Это нечто огромное. Так что да, что касается реакции общественности, то сейчас выдвигается предположение, что правительство не может раскрыть информацию о том, что среди нас есть инопланетяне. Потому что люди будут в шоке. И в данном конкретном случае речь идет о том, что не существует никаких секретов, включая тайну ваших собственных мыслей, верно? Я имею в виду, что люди в какой-то степени параноидально относятся к тому, что правительство следит за ними. Я имею в виду, что могу сказать какую-то фразу, и мой телефон включится, а он все время прослушивает мои разговоры. Ну, а кто еще слушает? Знаете, я не знаю. Может быть, многие люди. И страшно думать, что даже то, что ты считаешь своим личным, сокровенным, на самом деле не так надежно, как тебе кажется. Многих это пугает. Это могло бы быть лучше. Чтобы подпитывать этот страх, я думаю. Но в таком мире было бы лучше жить, если бы все это приняли, верно? Я думаю, что плащ. Кроме случаев, когда речь идет о национальной безопасности. Но даже в случае с национальной безопасностью, если все будут действовать в рамках парадигмы, согласно которой нет никаких секретов, тогда придется искать другие способы решения проблем. Возможно, дипломатия станет гораздо важнее. Возможно, вы столкнетесь с тем, что не сможете блефовать, и это к лучшему. Например, мне трудно представить мир, в котором секреты приносят пользу. И я знаю, что это действительно радикальная точка зрения. Я знаю, что есть плохие парни. Но если они не будут скрывать свои секреты, то это будет лучше для всех. Помню, однажды я разговаривал со своей подругой, и я сказал ей, «Знаешь, это странно, что люди так скрытны в отношении своих банковских счетов». Я спросила ее, почему? Почему люди так скрытны в отношении своих финансов? Что бы изменилось? А она обычно любит поразмышлять над разными идеями. И ее просто потрясла мысль о том, что все эти личные подробности станут известны. Я вот, например, никогда до конца не понимала этого. Может быть, мне просто нечего скрывать. Потому что ты... Тогда изменится не только законодательная система, но и вся система правосудия. Кардинально изменится бизнес. Все, что касается правительства, изменится кардинально. Изменятся межличностные отношения. Поэтому я склонен согласиться с вами, что цивилизация, которая в принципе является полностью телепатической, должна быть гораздо более стабильной и хотелось бы надеяться, открытой и милосердной, чем та, в которой мы сейчас живем. Потому что многое из того, что происходит, мы не знаем. И это одна из причин, почему я считаю, что различные спецслужбы, которые существуют, должны быть полностью в курсе всего. Потому что войны начинаются, когда мы не знаем, что происходит. У нас есть причины бояться или подозревать кого-то, поэтому нам не нужна вся информация. Но как нам перейти от этого к тому, что есть сейчас? В этом и заключается проблема, верно? Как нам перейти от того, как устроена цивилизация сейчас, к тому, как она будет устроена в будущем? Вот. Я имею в виду, что, возможно, нейронные связи сыграют свою роль, верно? Я думаю, что скоро у людей будет интернет в голове. По крайней мере, если у Илона Маска все получится. Недавно были проведены очень интересные исследования. Я не знаю, видели ли вы их, где разрабатываются нейронные сети, способные восстанавливать визуальные образы по сигналам мозга. И вот вы видите что-то, и вы подключены к этой системе. Я, правда, не очень внимательно читала, что они изучают. Это может быть информация, полученная с помощью ЭВЕК, или что-то более сложное. Но они действительно могут приблизительно воссоздать картину, которую вы наблюдаете. Да, это функциональное МРТ. Это просто невероятно, потому что функциональное МРТ всегда вызывает много вопросов у тех, кто ее изучает. Поскольку паттерны достаточно хороши, вы можете обучить даже очень сложным паттернам, и если они достаточно последовательны, то их можно распознать, потому что это задача классификации. Но здесь мы говорим о чем-то гораздо более серьезном, потому что это уже не просто интерфейс между мозгом и компьютером. Это вообще не связано с вами. Люди находятся на расстоянии. Но что еще хуже, так это то, что это выходит за рамки времени. То есть цивилизация, которая достигла в этом больших успехов, каким-то образом научилась телепатии и ясновидению, могла видеть прошлое, настоящее и будущее. Это означает, что преступление в прошлом и будущем, как в рассказе Филиппа Каддика, особое мнение, вполне возможно. Я имею в виду, что это действительно возможно. Это порождает всевозможные странные парадоксы, сюжеты и так далее. Но я думаю, что учитывая исследования, которые мы уже провели, о предчувствиях, бессознательных физиологических реакциях на будущие события, это не так уж далеко от того, что мы имеем сейчас. Насколько эти навыки поддаются тренировке? Не очень, насколько мы можем судить. В рамках программы «Звездные врата» было проведено исследование, чтобы выяснить, почему эти талантливые люди настолько превосходят остальных. Они провели все психологические и физиологические тесты, которые были известны на тот момент. Это было 30 лет назад, но ни один из тестов не дал четкого результата. Существуют определенные личностные характеристики, которые можно выявить в рамках определенных групп людей, и это не более чем просто тест Майерса Брикса, который позволяет определить, к какой из 16 категорий вы относитесь, и я, например, отношусь к одной из них. И это означает, что вы, скорее всего, интересуетесь подобными вещами. Возможно, у вас нет к этому способностей, но вас это привлекает. Вот именно. Кроме этого, мы ничего не знаем. Для меня это удивительно, потому что я думал, что это будет что-то конкретное. Я думал, что это будет связано с эмоциональной чувствительностью. Например, я чувствую, что животные часто очень чутко реагируют на настроение людей, особенно если у вас есть собака, кошка или что-то в этом роде. И мне кажется, что это просто показывает, как мало я понимаю, как это работает у людей. Но мне кажется, что это должны быть очень эмоционально чувствительные люди, которые хорошо разбираются в этом. Иногда вы можете быть слишком эмоционально чувствительны, верно? И если вы очень эмпатичны, то одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, это то, что вы подавляете свои чувства, потому что постоянно испытываете боль других людей. Вот именно. И поэтому вы можете быть очень чувствительны, но вы никогда не узнаете об этом, потому что вы подавляете это в себе, чтобы просто жить как обычный человек. Потому что в противном случае у вас могут возникнуть всевозможные расстройства, и вы просто не сможете с ними справиться. Но мы знаем, что есть некоторые личностные особенности, например, у людей, которые занимаются творческой деятельностью. Так что мы говорим о художниках, писателях, танцорах, музыкантах, которые добиваются гораздо большего успеха, чем люди, которые не занимаются творческой деятельностью, или не имеют возможности для творчества. Это действительно интересно. Это правда, что как и в случае с Майерсом Бриксом, если вы относитесь к типу интуитивных мыслителей, то у вас это получается лучше, чем у типичных ученых, которые являются аналитиками. Анализ, как правило, мешает. Вот почему в таких случаях преобладает творческая сторона. Поэтому пару лет назад мы начали изучать генетику, которая в то время была недоступна, потому что у нас еще не было полного генома. Что же, теперь он у нас есть. Пару лет назад мы начали изучать, есть ли какой-то ген, отвечающий за экстрасенсорные способности. Возможно, как и во многих других случаях, есть различия в генетической основе. Мы обратили внимание на то, что люди, обладающие экстрасенсорными способностями и члены их семей, иногда на протяжении многих поколений. Как, например, женщины в этой семье, через одно или два поколения, все они обладают экстрасенсорными способностями. И, конечно, сразу же возникает вопрос о природе и воспитании. Но, возможно, здесь есть генетическая составляющая. Мы нашли людей, которые утверждали, что обладают экстрасенсорными способностями, и их родственники тоже, и мы проверили, действительно ли они обладают такими способностями. Взяли у них образцы ДНК и полный геном, а затем нашли людей, которые не обладают такими способностями, чтобы сравнить их с теми, кто обладает. Так что мы сделали все, что могли. У вас есть близнецы? Извини, что ты сказал. У вас есть близнецы среди тех, кто обладает такими способностями? Нет, мы не нашли ни одного близнеца. Найти людей, которые утверждают, что обладают экстрасенсорными способностями, оказалось несложно. Оказалось, что найти людей, которые не обладают экстрасенсорными способностями и которые не являются членами нашей семьи, было очень сложно. Это было непросто, и это уже о чем-то говорит. Это одна из причин, почему у большинства людей в нашем обществе есть подобный опыт. Поэтому, когда мы изучили геномы, мы обнаружили, что есть одно существенное различие в последовательности интронов, не в кодирующей части, а в эпигенетических компонентах, которые раньше называли мусорной ДНК. Таким образом, в последовательности интронов есть различия, но они есть только у людей, которые не обладают экстрасенсорными способностями. Это были люди, которых мы использовали в качестве контрольной группы. Мы не обнаружили ничего необычного в довольно простых методах, которые мы используем для проведения биоинформатики. Это были люди с нормальным генотипом, нормальные люди, те, кто обладал экстрасенсорными способностями. А люди с мутациями были контрольной группой, и возможно именно поэтому их было так сложно найти. Если бы у нас были деньги, а у нас было всего 60 долларов, этого было бы недостаточно, чтобы провести исследование, и нам пришлось бы изучить тысячи и тысячи случаев. Я подозреваю, что мы бы обнаружили как экзоны, так и интроны, но вероятно это были бы совокупности генов, а не один ген, которые привели бы к различиям в способностях, в морфологии мозга, в коннектоме и во всем остальном. Вы определили интрон, который уже был связан с какой-либо функцией? Да. С какой функцией? Если он участвует во многих процессах в организме, то это не связано с интуицией. Это не что-то простое. И в любом случае, как последовательность интронов, это по сути было генетическим переключением, верно? Это что-то включает или выключает в генетическом процессе. Ну да, вы можете посмотреть в атласе и узнать, что он делает. Просто кажется, что он задействован во многих вещах. Ну что же, это возвращает нас к тому, что вы говорили ранее о Белизде и ограничении восприятия, и кажется разумным, что если эта способность в какой-то степени является врожденной, то те, у кого она лучше получается, будут каким-то образом лишены ее. Да. Итак, если это регулирующий элемент, то он просто настраивает программы на фильтрацию восприятия. Да, так оно и есть. Анри Бергсон говорил об этом как о теории фильтров. Да, таким образом сознание каким-то образом присутствует постоянно, а ваш мозг это радиоприемник, который отфильтровывает и настраивает большую часть информации. И иногда вы можете настроиться на что-то другое или, возможно, полностью выключить тюмер. Если вы сделаете это, как вы, вероятно, знаете, если вы принимаете определенные вещества, такие как ЛСД, это будет похоже на наводнение, потому что вы больше не контролируете ситуацию. И тогда это становится ошеломляющим. Вот почему кто-то, я думаю, считает вполне логичным предположение, что некоторых людей, которые в конечном итоге оказываются под воздействием очень сильных наркотиков, называют шизофрениками или психотиками. На самом деле они прирожденные экстрасенсы. Они бы очень хорошо справились в очень контролируемой среде, где они не подвергаются чрезмерной стимуляции. В данном случае не поддаваться чрезмерной стимуляции немного сложнее, потому что сейчас это целая вселенная во всем пространстве и времени, которая потенциально может оказывать на них воздействие. Конечно, как вы можете защититься от этого? Мы понятия не имеем, как это сделать. Мы не знаем ничего, что могло бы это предотвратить. Поэтому неудивительно, что через какое-то время они сходят с ума. Они не могут это контролировать. Но они, я имею в виду, что они, как бы это сказать, в полном расцвете сил. Но если взять кого-то, кто находится на грани психоза, но не является психопатом, то он может быть творческим человеком, но в большей степени. Мы действительно открыты для всего этого, но все же способны контролировать себя, чтобы иметь возможность включать и выключать это. И оказывается, что именно такие люди являются настоящими экспертами в этой области. Они могут немного отстраниться. Это просто взрыв информации. И, кстати, это не значит, что их разум отключается и они перестают воспринимать все вокруг. Это просто приходит как взрыв и все. И поэтому обучение, обучение на практике, заключается в том, чтобы понять, как только вы получите огромный поток информации, как вы сможете разложить ее на части, чтобы понять смысл. Для этого нужно много тренироваться. Но в первую очередь вам нужен талант, чтобы справиться с тем, что вы чувствуете, когда получаете всю эту информацию в одном потоке. Другие не так хороши в этом. Это вечная проблема с психоделическими переживаниями, потому что людям очень трудно перенести свою мудрость, приобретенную в результате этих переживаний, обратно в реальный мир. Но, кстати, мне нравится образ или определение художников, как людей, близких к шизофрении. Это так. И я имею в виду, что сам я музыкант и за свою жизнь общался со многими музыкантами, и в этом всегда есть что-то от безумия. И я думаю, что это необходимо, но это... Это действительно очень клинически выражено. Моей первой профессией была работа концертмейстером. Я занимался этим 20 лет. Я думал, что именно этим и буду заниматься, когда вырасту, потому что у меня хорошо получалось. И сейчас я уверен, что игра на струнных инструментах — это своего рода медитация. Это так. Ты делаешь много разных вещей одновременно и должен быть очень сосредоточен, особенно на первых порах. Поэтому я занимался этим по 20 часов в день. Конечно, здесь нет контрольной группы. У меня нет брата-близнеца, который не занимался бы этим, поэтому я не могу сказать, что это было бы для меня. Но, по крайней мере, в моей семье есть брат, который стал стоматологом, а также много лет преподавал драматическое искусство в старших классах. Мой отец был скульптором. Он зарабатывал этим на жизнь. Моя мама была домохозяйкой, пока мы не выросли, а потом стала работать в психиатрической больнице в качестве специалиста по трудотерапии. О, ничего себе! Это впечатляет! В некотором смысле похоже на воспитание детей. Я этого не слышал. О, я сказала, что это похоже на воспитание детей, когда ты работаешь специалистом по трудотерапии в психиатрической больнице. Да, да, с пациентами-психопатами. Да, это правда. Может быть, она научилась этому у нас. Но так или иначе, я был единственным, кто очень рано заинтересовался этой областью. Например, я читал книги о медитации. Я пытался медитировать, прочитав об этом в книге, но это не очень хорошо получалось. Мне было тогда лет 15 или около того. Так что, опять же, это было. У детей, даже у самых маленьких, есть свои предпочтения, которые можно заметить. Например, один ребенок хочет стать философом, а другой целыми днями будет плавать в бассейне или заниматься чем-то подобным. Ты когда-нибудь раньше играл в импровизационном ансамбле? Нет. Видишь ли, дело в том, что это одно из самых близких к экстрасенсорике занятий, которые я когда-либо пробовал, особенно если ты играешь с людьми, с которыми действительно близок. Но, честно говоря, это можно делать и с совершенно незнакомыми людьми. Но иногда ты просто погружаешься в это пространство, где ты действительно чувствуешь. Что можешь предвидеть грядущие перемены? Мы так и делали. Это похоже на спиритический сеанс, верно? Люди принимают коллективные решения, не разговаривая друг с другом. Это очень-очень-очень похоже. Когда мы жили в Портленде, там был потрясающий коллектив под названием Portland Synth Improvissers. Мы собирались после работы в кофейне, каждый приносил с собой синтезатор. У каждого стола был микшер, к которому все подключались, и каждый надевал наушники. Мы играли в импровизационном ансамбле в течение 20 минут, а потом все расходились. В полной тишине. В полной тишине. В наушниках звучала музыка, но мы ее не слышали. Иногда у нас собиралась группа людей, которые могли предвидеть изменения и слышать друг друга еще до того, как что-то происходило. Иногда это были слезы. Знаешь, это было очень-очень глубоко. Я никогда не испытывала ничего подобного. Да? Да. Так что да, я могу рассказать о наших исследованиях коллективного сознания, которые широко распространены в музыкальных коллективах, хоровых коллективах и тому подобном. Да, такое случается. И в данном случае это происходит без психоделиков. Так вот, я имею в виду, по крайней мере, то, что мы сейчас узнаем в ходе исследований с использованием гиперсканирования. Когда люди заняты одной и той же задачей, их мозг работает синхронно, если они действительно заняты одной и той же задачей. Итак, если два человека или более двух смотрят одно и то же видео, их тела и мозг синхронизируются. И вы можете определить, кто из них не синхронизирован, потому что их тела демонстрируют разную синхронизацию. Так вот, еще в аспирантуре я заинтересовался синхронностью тел. И сняв видео с людьми, сидящими за столом, можно было определить, кто обращал внимание на происходящее, потому синхронно ли покачивались их тела. Так вот, мы все знакомы с тем, что даже на Zoom иногда можно увидеть, как там собирается группа людей, и один из них затем выпивает, или один из них слегка двигается, или один из них что-то делает. Все будут делать это в одно и то же время. Но почему? Почему так происходит? Чаще всего это происходит лично, потому что поступает больше сенсорной информации, но этот уровень синхронности происходит постоянно. И именно так вы можете определить, когда кто-то не обращает внимания, потому что он переключается на что-то другое, происходящее в его собственной голове, или где-то еще. Да. Я имею в виду, я думаю, что гипнотизеры и подобные мошенники в какой-то степени используют это в своих интересах, верно? Подражание поведению в разговоре — это по сути настоящее интервью, чтобы расположить к себе собеседника, нужно просто в какой-то степени копировать его жесты и мимику. Да, это действительно хороший прием, который используют продавцы подержанных автомобилей, верно? Забавно, когда начинаешь это замечать. Ну, это действительно удивительно. Я имею в виду, что если ты встречаешь кого-то в автосалоне и уже через пару минут чувствуешь, что этот человек тебе нравится, то это уже мастерство. Уходи оттуда. Не могу передать, сколько раз я приходил в автосалон, чтобы поменять масло в машине, а уходил с новой машиной. Потому что, ну, что ты делаешь? Ты ждешь, пока тебе поменяют масло, а сам тем временем смотришь на новую машину и говоришь, о, посмотри-ка на это. И тут начинают возникать вопросы, ну, например, сколько лет твоей старой машине? И ты думаешь, а не пора ли тебе купить новую машину? Это было бы так просто, купить новую машину. И вот ты уходишь и думаешь, черт возьми, что же произошло? Но я не знаю, что произошло здесь, но это произошло. Мне это нравится. Ребята, у нас небольшая заминка. Помните, что эта программа полностью поддерживается слушателями, такими как вы. Сегодня я получил еще одно электронное письмо, в котором кто-то просит нас продавать для них витамины, и я действительно не хочу когда-либо заниматься этим. Но это означает, что нам нужна ваша поддержка на patreon.com slash demistofICI. Раз в неделю мы собираемся вместе с действительно классной командой, чтобы обсудить, что происходит в подкасте и что нам следует изучить дальше. Я бы с удовольствием посмотрел ваше выступление. Так что загляните на сайт patreon.com, чтобы узнать больше и насладиться беседой. У меня есть пара вопросов о том, что вы упоминали ранее, и я хотела бы вернуться к этой теме. И еще мне кажется, было бы интересно поговорить о том, в каком направлении будут развиваться исследования в будущем. И одна из тем, которую мы обсуждали перед перерывом, была связана с обучением, и вы, кажется, скептически отнеслись к тому, что существуют действительно хорошие методы. Но вы упомянули методику хэми-синк, и я знаю, что она была очень популярна какое-то время. Не могли бы вы рассказать немного о том, что это такое, для чего это нужно и для чего не нужно? Да, хэми-синк — это метод бинауральных ритмов, по крайней мере, первоначальная его версия. Сейчас они используют что-то другое. Он создает звук, который может быть частотой, скажем, 400 Гц в одном ухе и 410 в другом. И то, что вы слышите в стерео, — это звук с частотой 10 Гц. Идея состоит в том, что это помогает мозгу настроиться на эту частоту. Так что вы можете представить себе программу, которая начинается, скажем, с 15 Гц, примерно в бета-ритме, и постепенно опускается ниже, чтобы вы могли перейти в те-то ритм или даже ниже. И когда вы слушаете эти записи, у некоторых людей возникает довольно сильная реакция на них. Но в их программе введения, которая является одним из первых шагов в этом методе, я прошел недельный курс, где вы слушали эти записи по 10 часов в день. Например, утром у тебя перерыв, потом снова долгий рабочий день, потом обед, и ты засыпаешь под звуки музыки. Так что ты постоянно ее слушаешь. Ты что-нибудь делаешь во время прослушивания или просто слушаешь? Просто слушаю. Трудно не слушать, потому что у тебя наушники на голове, и все остальные тоже слушают эту музыку. Получается, что все вы слушаете одни и те же звуки одновременно. В начале семинара инструктор сказал, что вы будете сильно меняться под воздействием этой музыки, потому что у вас нет никаких других обязанностей, и вы будете слушать ее 6 дней подряд по 10 часов в день. И я подумал, да, конечно, я уже занимался разными видами медитации и знаю, что это такое. Мы прошли через все это, и люди стали описывать свои ощущения, а я, как правило, довольно сдержан в таких вещах и стараюсь не слишком углубляться. Потому что чаще всего я в группе выступаю в роли ученого и чувствую определенное давление, заставляющее меня придерживаться этой роли. Поэтому я стараюсь не поддаваться этому давлению. Когда они дошли до конца, я уже ехал домой, и они сказали, ты, наверное, не захочешь ехать домой, потому что ты более восприимчив к музыке, чем тебе кажется. Я ответил, нет, я чувствую себя прекрасно. Я не помню, как ехал домой, но я доехал. Первое, что я помню, когда я вышел из студии, это то, что я остановился на красный свет, и это был первый светофор, который я увидел по дороге домой. Я остановился на светофоре и глядя на него подумал, что это самый красивый красный свет, который я когда-либо видел. Это очень красивый красный свет. А потом он сменился на зеленый, и я подумал, что это очень красивый зеленый свет. Мне понравился этот зеленый свет. Я понятия не имел, что мне нужно что-то делать, пока люди позади меня не начали сигналить. И тут я понял, что кажется, я должен что-то сделать. А потом я увидел, что машины движутся, и сказал, о, точно хорошо, я сейчас поеду. А потом я помню, что я уже был дома. Много лет спустя я понял, что в машине со мной была еще одна участница, которая прошла через то же самое. И я поехал домой, чтобы высадить ее на автобусной остановке, что я и сделал. И я совершенно ничего не помню, что в каком-то смысле очень пугает. Я был настолько в измененном состоянии, что мое тело каким-то образом взяло управление на себя и смогло вести машину, хотя я был как бы в прострации. Я не был тем, кем я являюсь на самом деле. В тот момент меня там не было. Поэтому, хотя я и был в тот момент ученым и пытался анализировать происходящее, если вы достаточно долго слушаете подобные вещи, то, как вы, несомненно, узнаете на семинаре по медитации, вы очень сильно меняетесь. Так что в этом смысле да. Улучшит ли это растворимость? Да, потому что это снимет все фильтры. Вопрос в том, будет ли это тренировкой? И здесь мы не так уверены. Было проведено несколько исследований с участием людей, которые медитировали в течение короткого, длительного и очень длительного времени, чтобы выяснить, есть ли у них улучшения. Ответ положительный. Чем больше человек медитирует, тем лучше у него получается. Но есть одно но, люди, которые занимаются медитацией в течение длительного времени, получают от этого какую-то пользу, которая может быть никак не связана с интуицией. Поэтому, возможно, это взаимосвязано, а может быть это просто побочный эффект, и мы не знаем, как это работает. Например, у них изначально были способности к ясновидению, и это связано с чем-то другим. Поэтому очень сложно сказать, что можно научиться этому специально. Однако одной из причин, по которой дистанционное наблюдение стало очень популярным, является то, что это техника обучения. И эта техника обучения заключается в том, что вы закрываете глаза, представляете, что будет на картинке, которую вам покажут через два часа. А затем пытаетесь понять, что вам делать с этой информацией. Даже если вы не очень хорошо представляете себе это, вы все равно что-то получите. Что же вы будете с этим делать? Ну, есть определенная процедура техника обучения, которая поможет вам не называть это впечатление сразу. Вы не даете ему название сразу. Вы учитесь рисовать, а затем рисунок становится сложнее и так далее. Так вы сможете научиться. И тогда вы сможете добиться успеха, как если бы вы никогда раньше не видели, как кто-то играет в теннис, но знали, что это как-то связано с мячом и ракеткой. И вам нужно было бы научиться играть. И вам это нравится, вы читаете об этом, но вы не знаете, как это делать. И вот вы играете и говорите, это действительно сложно. У меня ничего не получается. И вот ты идешь к тренеру и спрашиваешь, как мне научиться играть. И он говорит, что первое, что тебе нужно сделать, это взять ракетку не за большую ручку, а за маленькую, и тогда у тебя получится отбивать мяч. Это первый совет. И ты начинаешь делать так, как он сказал, и я говорю, что это намного легче, чем держать ракетку неправильно. И ты начинаешь думать о других советах и приемах, которые помогут тебе стать лучше. Так что, как и в любом другом деле, люди достигают определенного уровня, и скорость, с которой они это делают, зависит от их таланта. Так что, да, ты можешь учиться, и у тебя будет получаться все лучше и лучше, но те, кто действительно очень хорош, достигают этого уровня очень быстро. Это как на Олимпийских играх, верно? Я имею в виду, что когда дети занимаются чем-то в школе, по-настоящему хорошие тренеры сразу видят, что у этого ребенка есть талант. И лучше, если он будет заниматься экономикой или чем-то еще, потому что это просто не сработает. А как насчет фармакологических средств? Есть ли доказательства того, что можно давать людям химические препараты для улучшения их способностей? Есть много историй о том, что если принять нужное средство в нужное время, то можно развить в себе телепатические способности. Можно развить способность к ясновидению. Опять же, трудно отделить правду от вымысла, особенно когда речь идет о галлюциногенах. Искажения могут быть очень явными, но их трудно отделить от реальности, чтобы понять, что было правдой, а что нет. Так что да, это определенно подталкивает к такому направлению. Поэтому, когда меня спрашивают, что бы я сделал, если бы хотел научиться. Я отвечаю, медитируйте. Возможно, не так уж важно, какой стиль медитации вы выберете. Лично мне нравится Випассана, но это только мое мнение. А потом изучите советы и приемы или пройдите курс обучения ясновидению. Станете ли вы лучше, чем сейчас? Да, станете. Но станете ли вы постоянно совершенствоваться, пока не станете лучшим экстрасенсом в мире? Скорее всего, нет. Советы и приемы – это что-то вроде списка, который можно выполнить, или это просто… Да. Что это за советы и приемы? Это сделала ты, Настя. Да, это сделала я. Настя на самом деле прошла курс обучения ясновидению. Один из наших спонсоров потребовал, чтобы она прошла этот очень дорогой курс. Метод Сильва. Вы о нем слышали? Да, да. Это не совсем ясновидение, но да, я знаю курс Сильва. В нем был компонент ясновидения. Я не знаю, правильно ли называть это ясновидением. В общем, это было очень похоже на то, что вы описывали, когда слушали эти записи, потому что там были моменты, когда все участники курса слышали очень странные звуки, чтобы вести вас в состояние теторитма. А потом, через несколько дней, кажется, через четыре дня, каждый день был немного глубже. И первое, что показалось мне странным, это то, что мы выполняли медитацию с использованием различных веществ, например, с чем-то сделанным из металла, чем-то сделанным из стекла, чем-то сделанным из растительных материалов. И во время медитации мы фокусировались на этих предметах. И в конце нам нужно было сосредоточиться на каком-нибудь животном. Я сосредоточилась на своей кошке. И пока я выполняла медитацию, я думала о ней, я представляла ее, и вдруг у меня возникло странное ощущение в левом глазу, как будто в него попал луч света. Я открыла глаза, но в комнате ничего не изменилось. Я сидела не в том месте, откуда мог бы отразиться свет. Потом у нас был перерыв. Я пошла на кухню, а моя кошка зашла в дом с улицы, и я увидела, что у нее что-то застряло в левом глазу. Я подумала, что это очень странно. Но мы продолжили. И в последний день курса они провели эксперимент, в котором нужно было выбрать пациента, в котором вы должны были дать описание, очень краткое описание. И вы должны были войти в состояние, позволяющее видеть на расстоянии, представить их и определить, что с ними не так, а также попытаться составить их физический портрет. И это было странно, потому что я смогла составить физический портрет человека и определить его физические недуги. Не в прямом смысле, но там была маленькая девочка. Как будто у них болел живот или что-то в этом роде. Именно так и было. Как будто у одного из них болел живот. И я представляла себе, что это она. И я как бы мысленно провожу руками по воображаемому телу и пытаюсь понять, где болит. И я представляла, что у нее болит живот, и что у нее какие-то проблемы с желудком. Был еще один парень, у которого я не могла понять, что с ним. И я подумала, что у него просто какое-то странное ощущение, что все не так. И оказалось, что у него была депрессия. И я подумала, что это действительно странно, и я не знаю, что с этим делать. И это просто происходит. И я просто откладываю это в долгий ящик, как что-то, что я не могу понять или объяснить. И я не знаю, что это. Это было результатом тренировки или медитаций. Или это что-то врожденное. И я не могу это классифицировать или описать. И то, и другое верно. И еще одно, вам дают разрешение. Вам разрешают это делать, потому что, особенно для ученых, нам столько раз говорили разными способами, что это нечто среднее между невозможным и сумасшествием. И поэтому вам нужно разрешение в правильном контексте, в присутствии других людей, которые не выглядят сумасшедшими, чтобы просто избавиться от сомнений, верно? Это как когда вы идете в кино и перестаете быть скептиком. Иначе зачем вообще идти? Ну, это очень похоже на это. И люди потом говорят, ну я просто. Я становлюсь таким скептиком, когда пытаюсь сделать что-то вроде магического трюка, заклинания или чего-то подобного. И я говорю, ну а зачем ты ходишь на фильмы про супергероев? Ты же не смотришь Росомаху и не думаешь, ну я бы так не смог. Я имею в виду, что это повредило бы моей руке и я бы не смог. Нет, ты просто не веришь. Ты делаешь это осознанно. И один из способов, которым может воспользоваться ученые, это сказать, что через час все вернется на свои места. Я не говорю, что я не схожу с ума и не пытаюсь все исправить. Я говорю, что я сознательно принимаю решение, что это возможно, и в течение следующего часа это будет вполне возможно. Не только возможно, но я могу это сделать. И это разрешение самому себе, разрешение, исходящее от окружающей среды и все остальное имеет огромное значение. И в этом случае, как ты уже поняла, тебе не нужны психоделики, чтобы это произошло. Это просто происходит. Но я думаю, что медитация в течение нескольких дней подряд была действительно ключевым моментом, потому что я никогда раньше не медитировала часами по четыре дня подряд. И с тех пор не делала этого. И я могу сказать, что после этих четырех дней все стало совсем по-другому. И это проходит, верно? Потому что это кратковременное состояние, в которое ты погружаешься, а потом возвращается обычная жизнь, и ты как будто паришь где-то в облаках. Обычное состояние бодрствования — это худшее состояние, в котором ты можешь выполнять свою работу. Да, любое другое состояние, в которое ты можешь погрузиться, лучше, чем обычное состояние бодрствования. Это действительно интересно. Хотя это интересно, но, похоже, волшебного средства нет. Вы знаете, я уверен, что не из-за недостатка попыток, не так ли? Люди, различные агентства, должно быть, были очень заинтересованы в том, чтобы прийти и найти лекарство, которое могло бы имитировать это состояние. Извините, у нас только что был странный шум в голове. Да, вы это слышали? Нет. Все в порядке. Я думаю, что он исчез. Все пропало. Да, так что да, есть люди заинтересованные в том, чтобы придумать волшебное средство. Но однажды я спросил своего босса, если бы мы действительно придумали что-то подобное, что бы с этим произошло? И ответ сразу же был таков. Это провалилось бы в черную дыру, и вы никогда больше не смогли бы говорить об этом. Я подумал, ну и что же мы тогда будем делать? Я имею в виду, над чем мы здесь работаем. А если мы обнаружим что-то, что навсегда изменит мир, а потом вы не сможете об этом говорить? Так что я испытываю огромную симпатию к людям, работающим над секретными программами, особенно к ученым, потому что они занимаются этим из любопытства, чтобы открыть что-то удивительное, а потом сказать, извините, вы не можете. Поговорим об этом. Так что это да, очень жаль. Ну что же, вот почему я думаю, что проект «Побочные гены», который мы все еще реализуем с использованием последней версии того, что мы делали, заключается в том, что мы переходим к 23 и видим, что там не очень хороший результат, но какой-нибудь геном, который вы можете получить. В основном это касается эксаме. Поэтому мы набрали людей, которые приняли участие в опросе 23 года назад, попросили их загрузить свои данные, а затем заполнить анкеты, чтобы узнать о множестве различных психических явлений. И затем мы использовали машинное обучение для выявления корреляции между ними, обучили на большом количестве данных, а затем протестировали на других, используя алгоритм обучения классификации и обнаружили ряд экзомов, которые участвуют в различных процессах, связанных с психическими явлениями. Это дает нам дополнительную уверенность в том, что если бы мы провели более тщательное исследование, то имея в своем распоряжении миллионы долларов и протестировав огромное количество людей, а также используя методы секвенирования РНК и другие более сложные методы, мы почти наверняка обнаружили бы, что существует некий коктейль, который мог бы это сделать. И поэтому я, помимо прочего, участвую в исследованиях, связанных с этим направлением и являюсь соучредителем компании, занимающейся генетической нейроинженерией. Мы можем использовать интраназальный спрей, методы CRISPR или РНК, методы РНК-интерференции и изменять рецепторы. Мы можем снизить активность, мы можем полностью отключить рецепторы в вашем мозге, включая коктейли, которые мы еще не разработали. Мы только начинаем. Мы пока нацелены на пять рецепторов. Мы можем отключить их. Мы можем сделать это временно, мы можем сделать это навсегда. И на данный момент мы почти уверены, что если мы найдем способ, например, воздействовать на полдюжины рецепторов, чтобы вы могли войти в это состояние, которое вы испытываете после медитации в течение восьми часов в течение десяти дней, мы, вероятно, сможем вести вас в это состояние. Проблема в том, что мы не можем выводить в это состояние. Мы можем вывести вас из этого состояния достаточно быстро. Понимаете, когда вы начинаете экспериментировать с рецепторами, вы меняете белки в мозге. Мы можем это сделать. Мы работаем над такими заболеваниями, как деменция и болезнь Альцгеймера, потому что мы также знаем, что воздействуя на определенные рецепторы, можно значительно улучшить память. И мы доказали это на примере мышей и крыс. Поэтому мы решили, что да, когда-нибудь появится назальный спрей, возможно с РНК или каким-то другим генетическим препаратом, который будет действовать быстрее и сделает вас сверхчувствительным на пару недель, пока не закончится его действие. Но даже если это продлится всего пару недель, что будет делать человек в это время? Я имею в виду, что мы не только это знаем, но и уже проверили на мышах и крысах. Что же следующим этапом будет исследование на приматах? Я не член организации ПИТА, но подумав о том, что мы будем делать с этими приматами-обезьянами, я не уверен, что хочу это делать. Но мы должны это сделать, если хотим получить реальное лекарство. Так что у меня все еще есть сомнения по поводу этикетового исследования, но мы могли бы помочь многим людям, страдающим деменцией и болезнью Альцгеймера. Но за счет жизни дюжины макак или других животных. Они очень умные существа, поэтому я не знаю, что делать. Это напоминает мне о том, что я хотел спросить тебя раньше, а именно, какова жизнь людей с такими заболеваниями? Ты упоминала кого-то в этой истории о проекте «Звездные врата». Кажется, его звали Филипп. Они действительно талантливы. Да, и сновидящие. Да. На что похожа жизнь этого человека вне работы над проектами? Он пытается играть на бирже, но он использует это или просто так? Он был комиссаром полиции в Бербанке, штат Калифорния. О, ничего себе! Поэтому он стал очень, очень хорошим специалистом в своем деле, потому что он мог видеть, что происходит вокруг. Да, он был необычным в том смысле, что был очень талантлив в своей области, но в то же время очень хорошо разбирался в других вещах. Знаете, это заставляет меня вспомнить о работе Филиппа Тетлака по суперпрогнозированию. Да, я слышал о ней. Вы рассматривали возможность привлечения к работе суперталантливых прогнозистов, потому что это очень похоже на экстрасенсорное восприятие. Всегда есть люди, которых вы не ожидали бы увидеть в этой сфере. Я думаю, что один из лучших прогнозистов — это водопроводчик из Айова или кто-то в этом роде. Да, мы думали об этом, но мы не можем делать все. Конечно, я понимаю. И прежде чем мы закончим, вы вкратце упомянули о контролируемой оппозиции и Джеймсе Рэнди. Я также могу вспомнить таких людей, как Майкл Шермер. Это целое созвездие суперскептиков. Да. Как вы думаете, они играют какую-то важную роль? Ну, да и нет. Да, потому что я считаю, что людям важно понимать, что многие из тех, кто называет себя экстрасенсами, таковыми не являются. И они постоянно доказывают, что это не так. Никто не хочет быть обманутым, потому что какой-то экстрасенс что-то говорит, а потом вы отдаете ему все свои деньги или что-то в этом роде. Поэтому, да, многие люди, которые выдают себя за экстрасенсов, действительно обманывают. В этом нет никаких сомнений. Но разве это важно? Нет, это не важно в том смысле, что критики обычно не различают ученых, которые пытаются понять эти вещи, и людей, которые пытаются доказать, что экстрасенсы это те, кто просто вешает на себя ярлык, но это не то, чем мы занимаемся. Я постоянно получаю электронные письма от людей, которые считают, что, будучи парапсихологом, я могу помочь им в психическом плане. Вот почему я разместил свою биографию на своем веб-сайте. Я не экстрасенс. Я им не являюсь. Я также не являюсь психотерапевтом. Я ученый. Я изучаю эти вещи. Это не останавливает рассылку электронных писем. Люди просто отчаянно хотят получить помощь или что-то выяснить. Так вот, это отсутствие дискриминации между людьми, которые называют себя экстрасенсами. Некоторые из них вполне могут быть настоящими, как будто они действительно могут что-то делать. Многие из них таковыми не являются. Так что да, это ценно уметь различать. И, кстати, это одна из причин, почему, когда люди иногда говорят, что я занимаюсь паранормальными явлениями, что это вообще значит? Похоже, что все, что вы когда-либо видели в секретных материалах, является паранормальным явлением. Все эти странные вещи складываются в одну корзину. И поэтому я подчеркиваю, что исследования САИ сильно отличаются друг от друга. Потому что они полностью поддаются научному изучению в лаборатории в контролируемых условиях и были тщательно изучены. За последние 150 лет. Таким образом, мы можем получить определенную степень уверенности в том, что у нас не получится так хорошо справиться со снежным человеком, потому что он не придет в лабораторию. И еще кое-что из этого. Я время от времени видел фрагменты доказательств. Они выглядят довольно интересно. Но если это всего лишь анекдотические факты или в некоторых отношениях даже похоже на то, что мы наблюдаем с НЛО, то там есть кое-что интригующее. Но по крайней мере для получения высокой уверенности в том, что что-то реально необходимо, чтобы быть независимо воспроизводимым. Вы хотите взять это под какой-то контроль, даже если это эффект очень малой величины. Другое дело, которое не всегда понятно людям, особенно тем, кто далек от науки, заключается в том, что нечто может быть реальным, но при этом иметь очень маленькие размеры. Вы можете быть абсолютно уверены в очень маленьких вещах. Например, мы знаем, что заряд электрона составляет 10 В минус 19 степени, но это всего лишь десятые доли. Но вы никогда не сможете это проверить самостоятельно. У нас есть приборы, которые могут это сделать, но они очень сложные. Но зачем им это? Кому это нужно? А нужно это вам, потому что в мире сейчас работают сотни триллионов тераватт-часов. Нам потребовалось 200 лет, чтобы прийти к тому, что изучал Бенджамин Франклин, и мы уже почти на этом этапе. Мы знаем, что эти эффекты реальны. В лаборатории они кажутся очень незначительными, но мы абсолютно уверены, что они реальны. Сможет ли это когда-нибудь стать чем-то практичным? И я говорю, что да, это возможно, но цивилизация, которая возникнет в результате, будет настолько отличаться от той, что мы имеем сейчас, что вы ее просто не узнаете. Совершенно другая система правосудия. Это будет не похоже ни на что из того, что мы видим сегодня. Возможно, вам больше не понадобится полиция. Вам не понадобятся все эти аппараты, бизнес и все остальное. Политика будет совершенно другой. Я имею в виду, только представьте, как сейчас обстоят дела в политике, где есть альтернативные факты. Вы сразу же поймете, что одно из двух. Этот парень либо лжет, либо действительно не понимает, что он лжет. Как будто можно прийти к единому мнению. Ты просто как бы посылаешь мысленный сигнал и спрашиваешь, что думают все остальные по этому поводу, и ты все еще можешь не знать ответа. Потому что во многих случаях мы действительно не знаем, что происходит, и не можем прийти к единому мнению. В этом случае ты можешь сказать, что этот парень верит в то, что говорит, но он заблуждается, потому что 99,99% людей думают совсем иначе. И некоторые из них, по крайней мере, мы уверены, что они вполне искренни. Поэтому я думаю, что идея использовать полученные знания и двигаться в этом направлении, если мы сможем преодолеть свой подростковый максимализм, вполне осуществима. Но я не знаю, как мы сможем этого добиться, не нажив себе врагов и не наслушавшись всяких гадостей в свой адрес. Но я думаю, что это возможно. Это может произойти в эволюционном масштабе. Трудно сказать. Например, я часто думаю, что мы говорили с кем-то. Но я пытаюсь представить себе момент, когда люди впервые придумали историю и впервые научились передавать информацию друг другу в абстрактной форме. Произошло ли это за одно поколение, или это происходило постепенно в течение миллионов лет? Очень-очень трудно сказать, но меня интригует возможность того, что это могло произойти очень быстро. Мы знаем, что социальные табу могут быстро исчезнуть. Кажется, что все рушится очень быстро, хотя долгое время давление было огромным. Это похоже на ступенчатую функцию. Сначала давление нарастает, 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 а потом достигается некий предел, и все переворачивается с ног на голову. Да, такое может произойти. И в этом случае тоже может произойти. Надеюсь, что так и будет. Забавно, но в начале нашего разговора вы сказали, что если мы проживем еще тысячу лет, то, возможно, нас не уничтожит искусственный интеллект. И я думаю, что меня больше беспокоит политика, чем искусственный интеллект, по крайней мере тот, с которым я работал. Они кажутся мне менее опасными. Да, это был всего лишь один из многих экзистенциальных кризисов, с которыми мы сталкиваемся и о которых мы могли бы упомянуть. Над чем вы сейчас работаете? Каковы ваши планы на будущее? Ну, последние 15 лет я занимаюсь тем, что пытаюсь найти связь между этими явлениями и тем, что интересует физиков, в первую очередь, квантовым эффектом наблюдателя. Потому что квантовый эффект наблюдателя предполагает, что в структуре реальности присутствует элемент сознания. Сегодня это мнение меньшинства в физике, но когда только появилась квантовая механика, оно было мнением большинства. Так что, опять же, мы наблюдаем циклы того, во что люди хотят верить. Чтобы это доказать, в 1998 году мы пригласили коллег из Йоркского и Принстонского университетов, которые использовали оптическую систему с двумя щелями, чтобы проверить, можно ли с помощью ЭСФ получить информацию о пути фотонов, проходящих через две щели. Если ЭСФ реально, то вы должны получить информацию, и этого будет достаточно, чтобы волновая функция коллапсировала. Это был бы прямой способ проверить, действительно ли сознание влияет на волновую функцию, как утверждали фон Нейман и многие другие. Так вот, парень из Йоркского университета получил незначительный результат, а парень из Принстона получил значительный результат. Что же, это совершенно революционный подход, и никто не занимался этим следующие 10 лет, и на то были веские причины. Психологи не знают, что делать, потому что они не разбираются в оптике, а физики не хотят признавать, что сознание имеет какое-то отношение к физике, поэтому никто ничего не делает. Ну и вот, начиная с 2008 года, я решил, что это интересный стратегический ход с научной точки зрения. Потому что это способ решить одну из самых сложных проблем в физике, которая действительно многое изменила бы, если бы было доказано, что эти эксперименты могут помочь решить одну из самых сложных проблем в квантовой механике, а именно проблему интерпретации того, что пытается нам сказать. Поэтому сначала я провел эксперимент с интерферометром Майкельсона, а затем с 2012 по 2022 год. Мы провели еще около 18 экспериментов с системой с двумя щелями, и мы начали публиковать наши результаты. К нам приезжали физики из разных стран. Один из них вернулся в университет Сан-Паулу в Бразилии, где провел повторное исследование и также получил интересные результаты. Мы опубликовали свои работы, и коллеги сказали, что в университете Сербии тоже провели подобные исследования. Я никогда раньше не слышал об этом, но нашел статью, опубликованную в университете Сербии, и в ней действительно были описаны результаты, которые мы получили. Я имею в виду, что они даже упомянули, что профессор Роден проводил подобные исследования, и мы тоже их проводили. Я подумал, что это хорошо. А в прошлом году группа ученых из Национального университета Ирландии в Галуэйо опубликовала обзор всех исследований, связанных с двойными щелями. Они пришли к выводу, что, похоже, существует некий аспект взаимодействия сознания с физическим миром, некий эффект взаимодействия разума и материи. Поэтому я бы сказал, что то, что мы показали, должно быть интересным. Это никого не убедит, потому что на данный момент только пять лабораторий, четыре из которых показали что-то интересное. Чтобы совершить революцию, нужно гораздо больше. Поэтому большую часть прошлого года я занимался созданием пакета для проведения исследований, который представляет собой оптический интерферометр, и предоставлял оборудование и программное обеспечение, а также находил людей, которые могли бы провести эксперимент и которые были готовы это сделать. Версия, над которой я сейчас работаю, будет частью интернета вещей. Так что, когда они подключат его к своему оборудованию, данные будут передаваться на сервер, и это будет очень надежно, и каждый сможет проверить их. И это будет открыто, прозрачно и так далее. Таким образом, один грант позволит создать четыре таких пакета, а другой десять пакетов, каждый из которых будет представлять собой независимую репликацию. И чтобы они были уверены, что работают с реальной системой, все это будет полностью открыто. Программное обеспечение написано на языке Python, и все скрипты доступны, и я, например, могу показать схему печатной платы, компоненты и все остальное. Если они захотят начать с нуля, то я буду только рад этому. Вот над чем я сейчас работаю. Это необходимо. Потому что через некоторое время стало ясно, что не только в нашей лаборатории, но и в других лабораториях, мы можем продолжать это делать, пока не выбьемся из сил. И это не приведет к тому, что достаточное количество людей увидит это своими глазами и скажут, ну, это может быть правдой. И я делаю это потому, что очень хорошо помню, как было в лаборатории Белла, когда я занимался этим. Я. Одна часть меня думает, это чушь. У меня есть 20% времени, когда я могу заниматься этим, и у меня есть этот причудливый генератор случайных чисел, но я не могу убедить своих коллег, что это чушь. Иначе они бы не стали проводить эксперимент. Поэтому мне приходилось делать вид, что это может быть правдой. Давайте попробуем. Посмотрим, что получится. Они просто делали это, потому что были любезны, или им было скучно, или что-то еще. А оказалось, что это было правдой. И мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что это упражнение, в котором я постоянно задавал себе вопросы, не имеет никакого смысла. Потому что в тот момент у меня даже не было, я даже не мог найти философское обоснование, чтобы понять, почему это происходит. Я думал, что это какая-то, я не знаю, какая-то электромагнитная сила исходит из моей головы, или что-то в этом роде. Потому что тогда я больше ничего не мог придумать. Но после того, как я все это проработал, однажды я пожаловался коллеге на то, что я не могу даже представить, как это работает, хотя это работает статистически. Он сказал, в этом твоя проблема, что ты имеешь в виду, ты не можешь этого представить. Твое воображение не дает тебе возможности даже подумать о том, что это может быть правдой. И тут я подумал, о, я могу, я могу заставить себя не представлять, что что-то является правдой, хотя мы это делаем эмпирическим путем. Это каким-то образом работает. Так что есть еще несколько подобных маленьких открытий, которые произошли за эти годы и которые вызывают у меня огромное сочувствие к людям, которые слушают подобные вещи и говорят, нет, это чушь. Этого не может быть. На что я отвечаю, что в некоторых философских предположениях это невозможно. Но это происходит эмпирически, а это значит, что некоторые из этих предположений неверны. А некоторые предположения на сто процентов никогда не бывают верными верно. Редуктивный материализм действительно очень хорош, но это частный случай. Понимаете, мир не ограничивается этим. И если оставить это как частный случай, нам не придется менять учебники. Это было самым большим опасением моих коллег-ученых. Они говорили, что то, что вы делаете, не может быть правильным, потому что нам придется выбросить все учебники и начать все сначала. На что я отвечал, нет, на самом деле мы не собираемся этого делать. Мы поступаем так, как поступают во всех научных дисциплинах. Вы видите, что то, что вы считали основополагающим, на самом деле является частным случаем и работает только в определенных условиях. Как классическая механика, квантовая механика и теория носительности. Это частный случай. Я думаю, что именно это и произойдет. Мы будем все больше и больше углубляться в понимание того, что такое реальность. Материализм никуда не денется, потому что он слишком эффективен для этого частного случая. Значит, вы думаете, что вы нашли теорию, которая позволяет людям видеть, что происходит, и бороться с этим? На данный момент это не столько теория, сколько приоткрытая дверь. Например, в квантовой механике существует около дюжины интерпретаций, верно? Математически все работает хорошо, но мы не знаем, как это понять. Но самое главное, что дверь приоткрылась, и люди, которые говорят, что это нарушает законы физики, просто ошибаются. Это не нарушает законы физики. У нас нет хорошего объяснения, почему это происходит, но дверь приоткрылась, и она не закроется. Поэтому я пытаюсь напомнить людям, говоря, смотрите, вы можете заглянуть в эту дверь, и вы увидите мою руку. Не смотрите на руку. Нам нужно смотреть в эту дверь. В какой-то момент мы дойдем до этого, и придем к нелинейной форме, или какой-то другой многомерной квантовой механике, или чему-то еще. Где в этом контексте математика не только будет предсказывать эти явления, но и скорее всего будет включать в себя такие понятия, как разум или сознание. Возможно, все дело в том, что нужно немного изменить правило Борна. Это правило, которое, конечно же, является основополагающим в квантовой механике, дополняется еще одной переменной, которая связана с намерением и разумом. Это объясняет почти все явления, которые мы наблюдаем. И это не сильно меняет современную квантовую механику. Это просто означает, что мы забыли, что в уравнении есть еще одна маленькая переменная, которая необходима. Это что-то вроде дельты эпсилон, которая связана с намерением и разумом. Это объясняет почти все явления, которые мы наблюдаем. И это не сильно меняет современную квантовую механику. Это просто означает, что мы забыли, что в уравнении есть еще одна маленькая переменная, которая необходима. Большую часть времени она не учитывается, и никто о ней не знает, но только не тогда, когда вы действительно собираетесь ее искать. Это все равно, что вернуться на 40 лет назад и сказать, знаете, никто не видел Бозон Хиггса. Это потому, что никто не думал о том, чтобы его искать. Нужно было искать его целенаправленно, и тогда вы бы увидели, что в уравнении есть еще одна маленькая переменная, которая необходима. Я думаю, что это и есть тот путь, по которому мы пойдем в ближайшем будущем. В долгосрочной перспективе все будет гораздо радикальнее и совсем по-другому. Но именно так мы сможем прийти к этому, не разрушив мир. Физикам, похоже, не составит большого труда рассмотреть взаимодействие между разумом и материей, потому что они привыкли к совершенно необъяснимым явлениям на расстоянии. Я имею в виду гравитацию, например. Я хочу сказать, что гравитация — это, конечно, поэтическая аналогия для описания явлений, которые мы наблюдаем в повседневной жизни. Но реальность такова, что что-то удерживает Землю на орбите вокруг Солнца, и это действительно очень странно. Но в то же время мы все с этим смирились. Мы говорим, ну да, так и есть. Это просто происходит. И мне кажется, что люди забыли, насколько это странно. Я имею в виду, что ученые, если они не хотят признавать, что есть и другие необъяснимые явления, просто не обращают на них внимания. И хотя у нас нет моделей прогнозирования, я думаю, что суть в том, что мы можем очень точно предсказать поведение гравитации. И в случае с большинством исследований, знаете ли, очень трудно предсказать, кто и чего достигнет. Не то чтобы это происходило само по себе, просто ученых, по-видимому, очень беспокоит непредсказуемость результатов. Да, особенно в физике, потому что физика не должна заниматься сознанием или разумом. Это не входит в ее компетенцию. Поэтому в академической среде очень трудно общаться с кем-то, кто находится за пределами вашего узкого круга. И это не просто соседствующие друг с другом научные направления. Это как бы разные научные направления, которые находятся на разных сторонах университетского городка, и вы просто не обращаете на них внимания. Это одна из причин, почему у вас возникают предубеждения. И это продолжается уже по меньшей мере 500 лет. Многие, многие поколения студентов учили, что именно так мы и поступаем. И вот пару лет назад Нобелевскую премию получили те, кто занимался запутанностью. Когда Клаузер впервые начал проводить этот тест, чтобы проверить, были ли связаны между собой, я уже не помню, электроны или фотоны, ему сказали, что этого делать не стоит. Потому что даже проверка основ квантовой физики не считалась частью физики. Иначе, если вы будете этим заниматься, то не получите докторскую степень. Но он все равно это сделал, потому что ему было любопытно. Тем не менее, это своего рода предрассудок, который говорит о том, что вы не должны заниматься определенными вещами в рамках своей дисциплины, потому что это не вписывается в нее. Но все меняется. На это ушло 30 лет или около того, верно? Я чувствую, что работа, которую он проделал, долгое время оставалась непризнанной. Долгое время. Я думаю, он начал заниматься этим в 70-х годах. Значит, в 70-х. Я имею в виду, что нужно прожить достаточно долго, чтобы получить Нобелевскую премию, если тебе повезет. Значит, прошло около 50 лет. Ничего себе. Я думаю, что вы все-таки нащупали выигрышную стратегию, которая заключается в том, чтобы убедить людей, что вам не нужно сильно меняться. Потому что я считаю, что самое большое опасение заключается в том, что придется изменить какое-нибудь надгробие или где-нибудь переписать табличку с надписью. Отменим Нобелевскую премию. Да, это было забавно, потому что уравнение Стивена Хокинга буквально высечено в камне. И если вы начнете утверждать, что эти вещи нужно изменить, то вы написали его так красиво. Я никогда не видела, чтобы кто-то еще так делал, но я всегда говорю, что у науки есть психологическая защита. И когда я читала вашу книгу, я была очень рада обнаружить, что вы пришли к тому же выводу, что у людей возникает аллергическая реакция на идеи. И поэтому вам нужно найти способ кодировать информацию таким образом, чтобы иммунная система не реагировала на нее. И я думаю, что это единственный способ убедить людей в том, что нет, 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 платить не нужно. Это то, что вы уже и сами думаете. Да, именно так. Да, это так. Это своего рода идеологический иммунный ответ. И поэтому, чтобы этого не произошло, вам нужно либо принимать стероиды, либо что-то другое, что не будет вызывать такую реакцию. И во многом это похоже на то, как провоцируются психологические реакции. Не нужно произносить определенные слова, не нужно делать определенные вещи. И тогда вы, потому что в тот момент, когда вы это делаете, вы теряете способность рассуждать логически, и эмоции берут верх, и вы уже не можете, вы даже не можете вести дискуссию. Кстати, это одна из причин, по которой меня приглашают на дебаты, например, на дебаты с Майклом Шермером или кем-то еще. Я не соглашаюсь, потому что в таких дебатах, где нужно потратить много времени, особенно если присутствует публика, а она всегда присутствует, невозможно представить достаточной информации и сохранить рациональность с обеих сторон. Потому что дебаты, особенно тщательно подготовленные, это противостояние двух людей. Да, это не способствует поиску истины, я так не думаю. Я думаю, что вы должны быть настоящими исследователями. Вы должны быть единомышленниками. Если у вас есть люди с разными взглядами, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы их понимание вопроса обновлялось. Иначе в этом нет никакого смысла. Да, это так. Это болезненно, и что еще важнее, это ни к чему не приводит. Ты знаешь, кто такой профессор Дэйв? Известный интернет-блогер? Нет, не знаю. Да, он не профессор, но у него есть свой канал на YouTube, где он просто пытается. Он как Майкл Шермер, только еще популярнее. И одно из самых ужасных видео на YouTube, которое я когда-либо видел, было посвящено его спору с Джеймсом Туром, биохимиком из Техаса. Это было просто ужасно. Они оба были просто. Они полностью утратили способность к сопереживанию, да? Это было? Да, это было просто ужасно. Это было очень грустно. И я понял, что споры — это не лучший способ разобраться в чем-либо. Нет. Я имею в виду, что идеологические убеждения почти всегда означают, что вы никогда не докопаетесь до сути. А спор — это возможность продемонстрировать свои идеологические убеждения на публике, чтобы завоевать как можно больше сторонников. И для чего-то другого просто нет места. Я понимаю, что это так. Но было бы здорово посмотреть на вас в беседе, а не в споре. Да, я даже разговаривал с такими людьми, как Рэнди, когда он был жив. И я разговаривал с Шермером и с Рэем Хайманом, и в частной беседе они вели себя совсем по-другому. Потому что это часть того, что происходит, когда человек принимает идеологическую позицию. У вас есть своя аудитория. Вам нужно показать это своей аудитории. Мне нравится думать, что у меня нет четкой идеологической позиции, но, конечно, она у меня есть. Я защищаю 150-летнюю историю других ученых, которые пытаются что-то изучать. Я бы сказал, что вы, в общем-то, такой же, как и в тот день, когда мы встретились без записи, и вы вели себя так же, как и в этом подкасте. И это довольно редкое явление. Обычно, особенно среди людей, занимающих высокие посты, они очень сдержаны и не любят говорить о себе. Но когда вы включаете камеру, они становятся более открытыми и охотно рассказывают о себе. Да, это отчасти потому, что я очень быстро признаю, что чего-то не знаю. Например, я говорю, я не знаю. Я знаю некоторые вещи, но многое мне действительно неизвестно. И я не боюсь в этом признаться, потому что мне очень комфортно в ситуации неопределенности. И я также чувствую, что в отличие от некоторых ученых, особенно тех, кто выступает от лица науки, в которых спрашивают о том, чего они не знают, но они считают своим долгом высказаться, я говорю, я не знаю. Если меня спрашивают о чем-то, чего я не знаю, я отвечаю, понятия не имею. Я не знаю, что это такое. И это, в общем-то, почти все, что я знаю. Я могу провести Т-тест. Это поможет? Я иногда могу поиграть с Матлаб, но нет это. Это действительно так. Именно поэтому в моей голове засела фраза Терренса Маккенны о том, что чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знал раньше. Так что да, это меня не останавливает. В прошлый раз, когда мы делали это, в прошлом году я сконструировал дифракционную систему. Я больше не использую систему с двумя щелями, потому что это слишком дорого. Для системы с двумя щелями нужна камера, нужно как-то обрабатывать данные, которые она выдает, а это сложно. И людям будет трудно понять, что вы сделали, если они не разбираются в оптике. С дифракционной решеткой, если вы пропускаете через нее лазерный луч, вы получаете пару точек. Вы получаете одну яркую точку и две более тусклые по обе стороны от нее, и чем дальше, тем они тусклее. Но волны, которые проходят через решетку, взаимодействуют друг с другом, создавая яркую точку и две более тусклые по обе стороны от нее. Так что вам нужны всего лишь три фотодетектора. Вам не нужна камера. Вы просто смотрите на уровень освещенности. Это значительно упрощает процесс как в концептуальном, так и в аналитическом плане. Я сам сделал всю эту систему, и могу показать вам, если вы ее возьмете. Нет, она слишком далеко. Я не могу ее взять. 150 долларов. В прошлый раз, когда мы делали систему с двумя щелями, она стоила 10 долларов. Это была самая дешевая система, которую мы могли сделать. Вы говорите, что это стоит 150 долларов, но это не так уж и дорого. Ну, это дорого, потому что я сам все сделал. Если бы я брал за это деньги, то это стоило бы 1000 долларов, но по частям это стоило 150 долларов. И мы получили интересные результаты, которые говорят о том, что эффект может быть более устойчивым, чем мы предполагали. Каковы результаты, которые вы получили? Ну, я предварительно проверил несколько гипотез. Это долгая история, поэтому я сразу перейду к сути. Две из этих гипотез оказались значимыми. Конечно, это здорово. И оказалось, что две коробки, а я сделал 50 таких интерферометров, были повреждены при транспортировке, потому что я отправлял их людям по всему миру, которых я выбрал. Я отправил им новые коробки, и две предварительно зарегистрированные гипотезы перестали быть значимыми. Но третья гипотеза, которая была экспериментальной, оказалась значимой. Так что это не так хорошо, как получить заранее зарегистрированный эффект, но экспериментальная гипотеза, которая была очень простой, оказалась верной. Это было продолжением двух предыдущих. Проще говоря, если у вас есть распределение результатов, вы можете взять среднее значение, дисперсию, асимметрию и так далее. Это разные моменты распределения. Итак, я предварительно проверил первые два момента, а третий оказался значимым, и на тот момент все данные были в порядке. Еще я сделал кое-что, и у меня появилась идея, когда я размышлял над этим. Обычно в этом эксперименте мы используем медитирующих людей, потому что эксперимент требует, чтобы вы на 30 секунд погрузили свой разум в интерферометр и сосредоточились на нем. А затем вы выходите из него на 30 секунд. И вы делаете это снова и снова, туда и обратно. Причина, по которой вы смотрите на среднее значение и распределение, заключается в том, что это позволяет вам. Вы ищите способ, как можно было бы зафиксировать волновую функцию, которая является направленным эффектом. Вы смотрите на отклонение, потому что если бы вы смогли выполнить 32-е задание, то это было бы крайне необычно. Большинство людей могут выполнить его в течение пяти секунд, а потом начинают мечтать о чизбургерах. А потом они вспоминают, что им нельзя думать о чизбургерах. И они снова начинают думать об этом. И вот вы получаете такой эффект отклонения. Это реальный эффект, но он как бы колеблется, пока вы на чем-то сосредоточены. А потом наступает период контроля, когда вы вообще об этом не думаете. Поэтому если вы сейчас смотрите на разницу между двумя показателями, то зачастую она оказывается значительной. Третий показатель, который я не регистрировал заранее, это асимметрия. И причина, по которой вы получаете такой результат, заключается в том, что вы, выполняя задание, иногда справляетесь с ним очень хорошо, но не можете поддерживать этот уровень. Ну, а как это выглядит с точки зрения распределения? Это выглядит как асимметрия. У вас есть несколько отклонений, которые колеблются в одном направлении, а не в другом. Это было значимо. Поэтому я подумал, что, наверное, мы возьмем медитирующих людей, потому что они не могут выполнять это задание в течение 30 секунд, потому что медитирующие люди так не делают. Вы можете заниматься этим часами или несколько минут, но не по 30 секунд. Другая причина заключается в том, что медитирующие люди хорошо справляются с этим, потому что они осознают, что их мысли блуждают, верно? Разница между по-настоящему хорошим медитирующим человеком и тем, кто не медитирует, заключается в том, что немедитирующий человек начинает думать о чем-то, мечтает о чесбургерах, и продолжает мечтать о них в течение следующих двух с половиной часов. В то время как медитирующий человек будет делать это в течение пяти секунд, он будет думать о чесбургерах, и, кстати, я не должен был этого говорить. И он возвращается к своим мыслям. Так что он может постоянно возвращаться к своим мыслям. Даже очень продвинутые в медитации люди делают это. Но потом они подумали, что медитирующие люди действительно хорошо умеют концентрироваться на своих мыслях. И все же коробка с предметами находится там. Я хочу найти людей, которые действительно хорошо умеют концентрироваться на внешних объектах. Ну, кто же это может быть? Волшебники. Люди, которые занимаются магией, потому что это требует высокого уровня концентрации и сильного намерения. И поэтому половина людей, которых я нашел, были медитирующими, а половина волшебниками, я имею в виду эзотерическими магами. Волшебники показали значительно лучшие результаты в этом задании. Так что это один из немногих случаев, когда люди, которые практиковали внешнюю медитацию, были протестированы на предмет сравнения с медитирующими людьми. И показали, что по крайней мере в этом задании, которое требует взаимодействия разума и материи, они действительно справились лучше. Но это очень хороший результат. Сейчас я пишу об этом статью. И в следующем гранте, который я только что подал, я хочу повторить этот эксперимент, на этот раз с магами, потому что я уже связался с всемирной сетью магов. Так что у меня много кандидатов. Я имею в виду, что это действительно здорово, потому что если это стоит всего 150 долларов, то многие люди могли бы сами сделать такой прибор. Да. В моей статье будет дополнительная часть, в которой будет показана печатная плата, компоненты и все остальное. Я сам сделал корпус с помощью 3D принтера. Я имею в виду, что это похоже на хобби, но оно того стоит. И поэтому я делаю новую версию намного лучше. Таким образом, это будет стоить по меньшей мере тысячу, а может быть и два доллара с минусом за коробку. Но я подумал о том, как сделать это более деликатным способом. Так что если я получу за это деньги, я это сделаю. Это будет моим следующим шагом. Это очень круто. А у вас есть какие-нибудь, есть ли у вас какие-нибудь молодые люди, которые берут на себя ответственность за эту работу и которых вы готовите для следующего поколения? Это вызывает у меня все большее беспокойство, поскольку я обнаруживаю, что не становлюсь моложе. Мне только кажется, что я становлюсь старше, и это полный отстой. Так вот. Вам следует изучить это. Да. Так что есть много-много молодых людей и людей среднего профессионального уровня, которые, возможно, работают в какой-то другой сфере и хотят принять в ней участие. Я провел много-много интервью, например, участвовал в 800 собеседованиях, поэтому я преподаю таким образом, и я преподаю через книги. У меня есть несколько аспирантов на уровне докторантуры. Это требует времени. На то, чтобы наставлять кого-то до такой степени, чтобы он мог взять на себя руководство, требуется больше времени, чем я хотел бы потратить. Но что я пытаюсь сделать, так это указать им на других, которые, как правило, работают в университетах, которые занимаются этим. Примерно в 40 странах по всему миру, где вы находитесь. Я действительно могу получить ученую степень в чем-то подобном. В противном случае я трачу изрядное количество времени на электронные письма, в которых говорится, ну что же, вы могли бы это сделать? Например, чему я должен научиться? Ответ таков. Вы должны научиться всему. Для начала вам следует изучить как можно больше нейробиологии, биологии, физики, психологии, социологии и философии. И как только у тебя появится такая возможность, постарайся узнать как можно больше о методах исследования, как в психологии, так и в биологии и в других областях. А затем начинай читать как можно больше о философии сознания, пока не почувствуешь, что больше не можешь. А потом начинай посещать конференции, представляй свои идеи или результаты исследований, которые ты провел, и находи людей, которые занимаются этим, потому что они не вечны. И это по сути то, что я делал. Я посещал эти конференции, знакомился с людьми, и они говорили, не хотели бы вы заняться тем-то и тем-то. И я отвечал, да, хотел бы. Так я и занимался этим всю свою карьеру. Я думаю, что это действительно полезный совет. Иногда люди, которые долгое время занимаются чем-то, говорят о своем опыте, который невозможно повторить. Например, у нас было много профессоров, которые в 1970-х годах получили работу, просто позвонив в какой-нибудь отдел. И занимали должность штатного преподавателя, даже не посещая университет. И оставались на ней всю свою карьеру, а теперь вышли на пенсию. У них нет полезных советов. Но я думаю, что то, что вы сказали, действительно важно, потому что эксперименты, которые вы описали, доступны любому человеку, обладающему техническими знаниями и стремлением к этому. И если вы хотите разобраться в этом, вы можете это сделать, если вы творческий человек и понимаете, как работает наука. И, конечно, есть круг людей, которые заинтересованы в этом и готовы участвовать. И есть сообщество, которое существует. И вам просто нужно подготовиться к тому, чтобы стать его частью. И этого почти достаточно. Это очень важная часть работы. Поэтому люди часто в какой-то момент спрашивают, а что самое удивительное из того, что вы когда-либо видели? И ответ всегда один и тот же. Это моя работа. Потому что, понимаете, вы создаете то, чем занимаетесь, из ничего. Здесь нет карьерного роста. И это огромная финансовая и социальная нагрузка, которую приходится нести. Поэтому вам нужно обладать огромным внутренним любопытством и мотивацией, чтобы заниматься этим. Тем, у кого есть все это, нужно еще больше. Вам нужны навыки. Многие люди, которые хотели бы этим заниматься, не хочу их принижать, но они смотрят на это с точки зрения нового времени. Они хотят заниматься чем-то, связанным с духами, экстрасенсами и всем остальным. Или, может быть, они художники или что-то в этом роде. Поэтому в таких случаях я стараюсь, во-первых, выяснить, есть ли у них какие-либо технические навыки. Ну, иногда они хотят сказать, было бы здорово, если бы вы были биологом. Существует огромное количество способов изучения экстрасенсорного исцеления, которые было бы действительно интересно изучить. И вот как это можно сделать. Для тех, у кого нет никаких технических навыков, я бы сказал, что все равно есть возможность, потому что есть качественные исследования. Вы можете изучать то, что рассказывают люди и их методы. Вы можете проводить всевозможные интересные исследования, изучая истории, которые рассказывают люди. Я направляю их в сторону антропологии, этнологии или чего-то подобного. Лично я предпочитаю больше заниматься физикой и инженерным делом, потому что мне нравится возиться с разными вещами. Вот, например, у меня на столе лежит куча всяких игрушек. Например, сегодня я получил новую игрушку. Где моя новая игрушка? Вот в чем дело. Видите ли, если бы я был инженером, я бы выключил свой экран, чтобы не видеть того, на что я смотрю. Похоже на то. Это какая-то маленькая электрическая коробочка. Да. Итак, мы проводим эксперимент. Мы называем это телевизионный живот. Мы изучаем внутренние ощущения, которые передаются от одного человека к другому. Так что это часть длинной серии исследований, в которых речь шла об ощущении, что на тебя пристально смотрят. И мы измеряли физиологические реакции, когда мы это делали. Я отведу свой взгляд в сторону. Обычно мы помещаем вас в экранированную комнату и подключаем к вам провода, чтобы измерить проводимость вашей кожи, частоту сердечных сокращений или что-то в этом роде. Мы помещаем вас в другую комнату, и время от времени вы получаете сообщение о необходимости сосредоточенно думать о своем партнере на расстоянии. А теперь переключайте свое внимание туда-сюда примерно на одну минуту. Тем временем мы изучим вашу физиологию и спросим, а как вообще меняется частота вашего сердцебиения, когда на вас смотрят или даже думают о вас на расстоянии. И ответ таков. Да. Меняется частота вашего сердцебиения, меняется проводимость вашей кожи, меняется вся ваша вегетативная система. И в предсказуемыми путями, обычно в направлении симпатического возбуждения. Это почти всегда то, что мы наблюдаем. Если только вы не практиковали диадные медитации, и ощущение, что на вас пристально смотрит, не успокаивает, потому что именно там вы практикуетесь. Тогда вы получите противоположный эффект. Это похоже на то, что на каком-то бессознательном уровне вы знаете, что происходит, и ваше тело становится либо возбужденным, либо расслабленным, в зависимости от того, что происходит. На расстоянии. Так что это своего рода бессознательная форма телепатии. Итак, что мы делаем с Телла Белли, так это устанавливаем датчики электрогастрограммы, чтобы следить за перистальтикой кишечника. И эта идея, и то, что мы делаем, это воспроизведение того, что я делал много лет назад. Мы представляем, что человек, который посылает сигнал, находится в экранированной комнате и в течение получаса сам проводит электрогастрограмму. Он знает, в чем суть задания, но не знает, что делает другой человек. И другой человек, который находится в соседней комнате, смотрит фильм, в котором есть разные эмоциональные сцены. Это может быть очень грустный фильм, очень веселый, нейтральный, и он мысленно посылает эти эмоции другому человеку, чтобы посмотреть, как это влияет на его желудок. Мы провели такой эксперимент. Мы увидели, что когда вы думаете о чем-то хорошем, то у другого человека желудок начинает работать немного активнее. И если вы думаете о чем-то нейтральном, то это не влияет на работу желудка. Поэтому нам нужно что-то, что будет посылать сигналы, чтобы мы могли их зафиксировать. У нас есть восемь разных сигналов, которые говорят, что мы делаем это, мы делаем это, мы делаем это, и мы можем потом обработать данные. Но это не совсем работает. Поэтому мой приятель из лаборатории прислал мне оборудование, и я буду использовать его, чтобы понять, почему оно не работает. Я разберусь с этим, отправлю ему обратно, и тогда они смогут это сделать. Для меня это очень увлекательно. Мне это очень нравится. Я имею в виду, что это все очень научно, но мне нравится этим заниматься. Мне просто нравится твой настрой. Мне нравится, как ты подходишь к решению этих вопросов, и то, что ты умеешь настраивать оборудование, что позволяет тебе воздействовать на реальные объекты в мире. Я знаю, что это что-то вроде. Я не думаю, что это подходящее слово для того, чем вы занимаетесь. Программа трехмерного моделирования, которую я использую, называется Тинка Кэт. Вот так она называется. Так что да, это что-то вроде экспериментов, пока вы не поймете, что именно вы хотите сделать. Вы знаете, что у вас есть протокол, и он зафиксирован. И в этот момент это уже не просто эксперименты, а нечто большее. Но до этого момента разве не было много экспериментов, которые не привели ни к чему конкретному? Я просто подумала, что есть образ ученых, который я иногда рисую, и он основан на том, что у кого-то есть идея, которая не очень популярна. И эта идея причиняет им боль на протяжении всей карьеры, потому что они являются сторонниками теории, в которую они действительно верят. И их просто съедают на корню насмешки или негатив, который исходит от других. И когда я встречаю таких людей, как вы, которые работают над чем-то, что в некотором роде является эзотерическим, и все еще не получила широкого признания, но при этом способны сохранять чувство восхищения и очарования, я просто... Это действительно делает мир ярче, и я очень ценю это. Приятно это слышать. Спасибо. Но я тоже сталкивался с тем, что вы упомянули. И разница между теоретиками и эмпириками, верно? Теоретик любит свою теорию. Он сам является своей теорией. Со временем он начинает отождествлять себя со своей теорией, и именно в этом заключается боль. Потому что даже если теория верна, вы можете не дожить до того момента, когда поймете, что были правы. А эмпирик просто проверяет все на практике, верно? Я имею в виду, что иногда это работает, а иногда нет. И если вы считаете, что это должно сработать, попробуйте еще раз по-другому и продолжайте в том же духе. Так что на самом деле это гораздо ближе к инженерному делу. Я создаю материал, а затем задаю вселенный вопрос и получаю ответ в ответ. Иногда я не понимал, что задал неправильный вопрос. Если мне повезет, например, если я достаточно умен, я пойму, что задал его неправильно. Вместо этого мне нужно сделать вот это. Вот в чем суть дифракционного интерферометра второго поколения. Я придумал способ сказать, «Ой, я собираюсь сделать этот прибор намного более чувствительным, добавив в него еще кое-что». Вот так все и происходит. Я имею в виду, что это очень весело. Это значит создавать что-то новое. Это прекрасно. Да, я так рад, что нам удалось поговорить с вами. Это забавно, потому что мы ведем это шоу уже несколько лет, и многие люди просили нас поговорить с вами. И я действительно очень нервничала из-за этого. Почему? Я не была уверена, какой вы на самом деле. Вы знаете, я смотрела ваши интервью с другими людьми, и я просто не очень хорошо разобралась в вашей личности. И вы, как правило, очень стойко держитесь на собеседованиях. В самом деле? Я чувствую, я чувствую, что так оно и есть, да. Давайте вырежем остальные части. Вот, пожалуй, одна из причин, по которой я решил написать длинную форму, заключается в том, что обычно в короткой форме вы этого не делаете. У меня нет времени на то, чтобы понравиться. Мне дают вопрос. Я должен сочинить риф, чтобы иметь возможность произнести его достаточно быстро. В данном случае длинная форма подходит, потому что у нас есть время. Но я никогда не писал так долго. Так что... Мы гордимся тем, что удостоились такой чести. Да, это так. Я думаю, что сегодня люди действительно жаждут этого, особенно в эпоху ТикТока и Инстаграма. Это действительно здорово, что люди готовы слушать трехчасовое интервью, и это привлекает внимание людей. Это своего рода нечто особенное. В среднем время прослушивания трехчасового интервью составляет два с половиной часа. Ничего себе. Что же делают эти люди, у которых есть столько свободного времени? Я думаю, что они слушают, занимаясь спортом, готовя ужин. Мы, например, всегда слушаем подкасты. Это не всегда так. Я, например, слушаю подкасты в формате лангрид, но не слушаю их все сразу. Я могу слушать их, например, когда бегаю по утрам, я слушаю один подкаст, и каждый день слушаю еще полчаса, или что-то в этом роде. Да, хорошо. Это меня успокаивает, потому что, если я буду слушать это, а я, скорее всего, буду, я буду слушать их в фоновом режиме. Терпение, даже если я буду слушать себя в течение долгого времени, то... Тогда ты будешь помнить нас как бурундуков. Да, но знаешь, когда ты слушаешь их какое-то время, это звучит совершенно нормально. А если замедлить, то так и есть. Это правда. Мы обычно монтируем их в два акта. Да? Ну что же, Дин, мы не будем тебя больше задерживать. Я очень благодарна тебе за это. Я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить снова, когда выйдет твоя следующая книга, потому что это было настоящим удовольствием. Ну вот, я отправил рукопись редактору. Она сказала, что мы поговорим в следующий четверг. Это будет мой первый отзыв о том, что она считает нужным оставить, а что убрать. И тогда я спрошу ее, учитывая то, что вы сейчас увидели, когда, по ее мнению, книга выйдет в свет. И, возможно, она уже знает об этом, а может и нет. Но я уже начинаю снова давать интервью. Я не делал этого полгода. Я хочу, чтобы книга вышла в свет с шумом. Я хочу, чтобы о ней говорили. Я не знаю, как это сделать. Это не моя специальность, но я надеюсь, что издатель знает, что это значит, и подскажет мне, что делать. Можете ли вы рассказать людям, о чем будет следующая книга, чтобы привлечь к ней внимание? Это продолжение моей книги о магии. Я написал ее пять лет назад. И вот прошло пять лет, и то, что я предсказывал в своей книге о магии, похоже, начинает сбываться. Научный мир постепенно приходит к новому мировоззрению, и это уже не кажется таким безумным, как раньше. Прошло пять лет, и все изменилось так быстро и в том направлении, о котором я говорил в своей книге. Я решил, что мне нужно написать еще одну книгу, чтобы показать, что сейчас мы находимся в самом разгаре смены парадигмы. И это имеет свои последствия. И еще меня попросили написать пару глав о том, что если вы хотите заниматься магией, то что вы для этого делаете? И все это написано с точки зрения того, что я называю современным мышлением. Это люди, подобные нам, которые придерживаются определенного мировоззрения и которым трудно отказаться от своих убеждений. Поэтому я хочу сказать, что вы можете отказаться от своих убеждений, потому что вам не придется долго их придерживаться, потому что это и будет вашим мировоззрением. И когда вы окажетесь в гуще событий, вы увидите, что эти факторы, которые исторически и экспериментально подтверждены, а также в ходе пси-экспериментов, являются факторами, способствующими достижению оптимальных результатов. Это, знаете ли, как в моем случае, когда я начал изучать это, я знал о магии символов. Я никогда раньше не слышал о магии. И есть магия, и есть слово магия, и магия свечей, и настойки, и я имею в виду, что это просто продолжается, продолжается и продолжается. Так что мне нравится не магия. Это буквально означает завязывание узелков, вот таких как этот. Вы берете кусок пряжи, держите в руке какой-то предмет, и удерживая в голове намерение, завязываете его в узел, фиксируя внутри куска пряжи. И причина, по которой это работает, заключается в том, что это кинестетический процесс. Вы буквально переносите свое намерение в голове вовне, и мышечное действие, которое вы совершаете, является способом его закрепления. Поэтому я делаю это снова и снова, и создаю из этого маленького человечка. И вот я зафиксировал это конкретное намерение. А затем намеренно забываю, что оно означает, потому что не хочу зацикливаться на этом. Я поместил его в свое подсознание, и теперь создаю маленького человечка. Это что-то значит. Я точно не помню, что это значит, но знаешь, может быть, когда это произойдет, маленький человечек напомнит мне, что это такое. А пока он лежит у меня на столе. Мне это нравится. Я с нетерпением жду этого. И, похоже, это будет действительно интересное чтение. Я надеюсь, что так оно и будет. Так что дай нам знать, когда книга будет опубликована, и надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать. Хорошо, я так и сделаю. Большое тебе спасибо. Спасибо, Дина. Хорошего тебе дня. До встречи. Пока, ребята.